Обливион В эту встречу с этим кошмаром рассказывали, как Кугна высасывал жизнь из его врагов, получая хоть короткий, но приятный вкус жизни. Неплохо даже артасу сосал. Может еще одного поднимем скелета? Можно, но думаю начальство будет не рада. Перехилим пацана. Хорошо. Вот этого туда же высасываю просто. Мана нужна. Давай вот этого пососем чуть-чуть. Мана нужна. Хорош. Слушайте, ну это на вставочку походу будет сейчас. Ой-ой-ой. Но это на вставочку. Как давно не было этой фразы, да? Сидишь такой и приуныл. Думаешь, с кем бы поиграть, да и не только. А тут, хоба, iCup Pro Discord сервер. Тут ты можешь найти ребят, с которыми тебе будет комфортно провести время. Игры, общение, стримы, новости, конкурсы, гайды. Все это можешь найти именно тут. Discord сервер iCup Pro. Залетай. У нас весело. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. Так, сделаем. Очень хорошо будет, если он будет пытаться меня сейчас убивать. Гений. Вот это плохо, кстати. Ой-ой-ой. Чувак, не надо, пожалуйста. Так, сделаем. Как он меня переиграл, это жесть, конечно. Нам надо боить отсюда. Оп. Ха, да соцал просто. Уэнга погибла. Так, мне нужно маны соснуть. Сначала с ларка сосу. Потом хускарой, если что, пососу. Вот так вот даешь. Работает, ребят. Работает. Ха-ха. Это настолько бредово, что реально смешно. Я вам отвечаю. Очень плохо. Конечно. Дай хп сосать. Дайте хп сосать, чуваки. Отстаньте. Э-э-э. Да что это такое? Всех крипов послевали. Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенанс и сегодня у нас новый гайд Но прежде чем мы приступим к разбору нового гайда, конечно же хотелось бы поблагодарить вот этих спонсоров И их немного осталось, потому что спонсор КВРФ не работает К сожалению с 60 спонсоров в первые дни у меня осталось там считанные копеечки, 4-5 человек Но ничего, спасибо всем вообще в целом, кто поддерживает и ютуб канал подпиской, лайком Кто смотрит видосы лайкает, кто у нас подписан на ТГ, кто заходит на стримы От души каждому вот респект лично, ребята, спасибо всем, реально благодарен, огромный вам респект И сегодня у нас, конечно же, для вас некоторая небольшая радость У нас сегодня новый гайдик на Обливиан Пугну Вот она, смотрите, какая маленькая смешная скелетинка Такая прикольная моделька, очень люблю этого персонажа, но об этом в принципе никто особо не знает И не только потому, что он любит сосать, а просто потому, что это хороший и интересный герой Ну что ж, сегодня мы узнаем, какие у него способности Незербласт, как у него работает, как работает Декрипифай, как работает Незербард и как работает Лайф Дрейн Ох, сегодня интересные каточки для вас заготовлены Несколько, несколько интересных игр, прям почти, если честно, все игры были интересны на Пугне И они вам, надеюсь, реально понравятся А четвертая игра очень специфичная, поэтому не забывайте досмотреть до конца теорию, которую мы сейчас будем проходить И, конечно же, до конца досмотреть практику Пожелаю всем приятного просмотра и... Поехали! Первая способность на нашем персонаже, это основная способность на нашем персонаже, я считаю Которая позволяет на ранней стадии очень быстро фармить и, конечно же, харассить оппонентов Это Незербласт Ходки у нас Б, прокачали данную способность И что у нас появляется? Нажимая Б, вот появляется вот такая вот у нас АОЕшечка, которая у нас, к слову, 400 единиц И имеется дальность применения также 400 единиц Данная способность в этой области будет наносить всем урон Единовременно вот так вот раз Видели? Такой эффектик был И этот эффектик, когда заканчивается и наносится дэмэдж Смотрите, пунь такой эффект И взрывчик, да? Взрывчик произошел и нанес совсем дэмэдж Данный дэмэдж у нас наносится магическим уроном И самое кайфовое то, что этот дэмэдж наносится не только юнитам, которые находятся вот здесь вот Наносится юнитам, которые находятся в инвизе А также наносится дэмэдж товарам Что позволяет пугне очень быстро пушить товара Но об этом мы еще, как говорится, поговорим Данная способность очень проста, на самом деле, и в зависимости от уровня прокачки У нас тут, конечно же, увеличивается урон Ну и некоторые плюшечки сейчас мы также узнаем Очень быстрый кд, очень-очень приемлемые монокосты И все это в пачке Незер Бласт Крутая способность Погнали разбирать досконально Сейчас у нас выйдет табличечка и поехали Смотрите, дальность применения 400 единиц И радиус 400 единиц Очень есть много фишек по поводу того, как правильнее заюзать данную способность Смотрите, видите, у нас тайт начинает менять цвет Это очень важный момент Благодаря вот этому, да, лайфхаку, который я вам сейчас расскажу Вы сможете пугной дамажить на огромном расстоянии этой способности То есть, смотрите, вот только вот так вот, да, делаем И у нас уже получается расстояние не 400, а намного больше То есть, вот сюда пугна 400, да, вот это 400 единиц Вот это А мы продамажили намного больше расстояния На 1000 единиц, почти на 1000, на 800, если быть точнее То есть, радиус прохождения и дальность применения, они немного складываются И можно немного подальше раздамажить Но если персонаж-оппонент немножко сдвинется То дэмэджа вы, конечно, нанесете Это очень хорошая фишка против пуша таверов То есть, если вы не хотите подходить, чтобы вас тавер бил А, как правило, неопытная пугна, она будет подходить в упор, да То есть, которая будет знать, что можно сделать такой лайфхак Вот так вот кастануть, оп И вот отсюда примерно вы кастуете и дамажите тавер То есть, очень простенькая фишка и очень важная Так что пользуйтесь Это чисто на своем опыте я рассказываю, как правильнее будет кастануть бласт Следующий момент, задержка 0,9 секунд Как вы заметили, бласт у нас имеет небольшую задержку применения То есть, вы кастанули и через определенное время, почти через секунду бласт появляется Это дает возможность применять некоторые фишки Какие? Это я вам расскажу, когда буду рассказывать по вторую способность Следующий момент, который у нас есть по табличке Это, конечно же, урон Самый интересный момент Урон 100, 175, 250 и 325 магического урона При этом, ниже строчечка, урон по строениям 50% То есть, получается, в 50% дэмэджа вы будете наносить урона по таворам А это сколько, спросите вы? Это на первом левеле 50, на втором 87, на третьем 125 И на четвертом 162 единицы урона по тавору Будет залетать 162 единицы по тавору Это реально очень много То есть, просто бластанули и забрали тавор, да? Вот так вот, отлично Ну и касаемо монокостов 85, 105, 125, 145 И перезарядка 5,5 секунд Монокосты приемлемые Приемлемые реально в начальной стадии Примерно уже где-то со второго левела Вы можете по чуть начинать давать оппоненту просадку по тавору И будет вот так Данная способность бхб у нас не дамажит И в принципе по этой способности все Худы пайпы смягчат демэдж с этой способностью Очень простенькая и легенькая способность Бьет тавор, бьет оппонентов и бьет крипчиков Можно подфармливать очень быстро Реально очень быстро можно фармить В принципе все по этой способности Погнали на следующую Итак, ребята Следующая способность на нашем персонаже это decrypify Данная способность позволяет изгнать какого-либо персонажа Именно оппонента Пусть это будет герой или крип или ваш союзник в астрал Вы отправляете его в астрал При этом находясь в этом астрале Ваш союзник или ваш враг Будет получать огромное количество магического урона В случае если на него какой-то урон такой будет применен И конечно же находясь в этом астрале Атаковать не может тот персонаж Который бегает в этом астрале Вы понимаете, надеюсь, эту тему Также у нас тут будут замедления Отдельных замедлений для союзников Случай, если он находится в астрале И отдельное замедление для врага Очень простенькая способность применения Она, к слову, таргетная, она не массовая Тут есть множество плюшек, которые я сейчас буду рассказывать Поехали Ходки у нас С, прокачали данную способность Дальность применения этой способности у нас 700 единиц Вот так вот на врага вы можете накинуть И персонаж, смотрите, он очень медленно передвигается Очень медленно И как только Астрал закончится, он побежит чуть-чуть побыстрее Это говорит о том, что имеется у нас тут замедление Замедление передвижения на врага Это замедление передвижения на союзника будет всегда одно и фиксированное Об этом мы поговорим немного позже Ну ладно, там 25%, все равно я помню эту тему Не суть На союзника всегда 25%, а на оппонентов всегда по-разному Потому что в зависимости от уровня прокачки Это мы разберем отдельно таблички Следующий момент Большое количество магического урона, который у нас будет получать враг Давайте сверим Вот так вот у нас 1197 ХП осталось И комбинационно сейчас попробуем Раз, два 1174 Магического урона Тайт получил немного больше Во время Астрала Это значит, что Астрал полностью работает И находясь в Астрале Юниты, которые будут подвержены магическому урону Будут получать урона больше Надеюсь, вы это понимаете Следующий момент, что у нас тут имеется Так как уже, в принципе, основное применение этой способности я рассказал Что, в принципе, вы кидаете на оппонента Он замедленный, он много получает Демеджа магического случая, если кастуется Он не может атаковать Этот момент я тоже показываю еще раз Если сейчас он может атаковать То атаковать в Астрале он не мог Также и вы сами не можете атаковать И вас не могут атаковать физикой Даже вот подсказочка вылетает Что он находится в мире духов И может только получать магические заклинания Также для союзника это будет работать Союзник также не может атаковать Но может юзать способности Но не на союзника, естественно, а на врага И так далее И так же тому подобное Надеюсь, вы это все понимаете Обычный Астрал, но с повышенным магическим уроном По юниту Следующие моменты, которые хочется затронуть Это, конечно же, табличечка Поехали! Дальность применения 700 Замедление скорости передвижения союзников 25% Это фиксировано Для союзника и для вас самих Это всегда 25% Скорости передвижения То есть, когда находясь в Астрале Вы медленнее двигаетесь Следующий момент Замедление скорости передвижения врагов Вот тут очень интересно 30, 40, 50 и 60% В зависимости от уровня прокачки При этом она у нас полностью Полностью Одинаково Это замедление скорости передвижения С увеличением магического урона Это чуть-чуть ниже По табличке мы будем разбирать 60% замедления Вы представьте На ласт уровне Очень-очень жесткое замедление Следующее Увеличение магического урона По союзникам 25% Для союзников Вы, как поняли уже 25% магии И 25% скорости передвижения Забирается Если он находится в Астрале То есть это, конечно же Не так критично Но Можно засевить Астралом Какого-нибудь союзника От какого-нибудь Найкса Поэтому не забывайте Эту тему Следующая графа Увеличение магического урона По врагам 30, 40, 50, 60 Оно у нас полностью Полностью Идентично Замедлению То есть Если на ласт уровне Замедление 60% То и магического урона На 60% Будучи находясь в Астрале Оппонент будет получать Больше Это круто Это нереально круто Ну и, конечно же Длительность 3,5 секунды Ну, в принципе Приемлемая длительность Монокост 60 маны всегда И перезарядки 15, 12, 9 и 6 секунд 6 секунд всего Перезарядка Астрала При том, что Астрал У нас кдшится Блин Смешные Смешные 6 секунд И длительность 3,5 секунды Ну, почти постоянно Вражеский персонаж Будет находиться Постоянно В таком В моменте Что он в Астрале Постоянно То есть Можно постоянно Напрягать Ну и что ж Давайте поговорим О микро нюансах Которые у нас тут есть А именно Астрал нельзя накинуть В БКБшного юнита При этом Есть тут такая штучка Inval target К сожалению Из-за этой штуки Вы иногда можете Немного ошибиться В случае Если у вас БКБшный юнит Какой-то прыгает И начинает вас убивать Вы можете промахнуться Нажимая в его хитбокс И тем самым Себя немного замедлите И не накинете Астрал на себя Поэтому Если вам Ну Не затрудняет Возможность То можно Астрал вот здесь На иконочку персонажа Вот здесь Иконочка Снизу есть Можно так нажать Либо вот здесь И тогда у вас Все получится И не нажмете на оппонента Астрал на БКБшных юнитов Не работает Но если вы сделаете Вот так И юнит вражеский Вот так вот Нажмет БКБ То спокойно Конечно же Он собьет Этот Астрал Следующий момент Который у нас тут есть Написано Что блокируется Линкин сферой Но Астрал Почему-то Закидывается в линку Я не понимаю Почему Линка рабочая Я это проверил Несколько раз уже Либо у меня здесь Багануло Либо это так и работает Потому что я Если честно В игре не замечал Никаких проблем Но я точно помню Что я ультимейтом Постоянно сбиваю Линку И как бы Это не проблема Астралом Почему-то Не сбивается Линкин сфера Следующий момент Который у нас есть Это конечно же Астрал Можно вот так вот Задиспелить С помощью Дефьюзиала С помощью Манты Иула И прочая Всякая тема Которая развеивает Негативные Вот эти Дебафы Да получается Вот такая вот Тема Следующий момент Который у нас тут есть Я обещался Поговорить о том Что Бласт И Декрепифай Как это можно Комбинить Так как у нас У бласта Задержка почти Одна секунда Я пользуюсь Комбинацией Пугны Немного иначе Нежели чем Пользуются другие Как делают это другие Вот так Вот так И вот так И как делаю Это я Пользуюсь Задержкой Бласта Понимаете да То есть сначала Кастуйте Бласт И за эту секунду Вы успеваете Кинуть Декрепифай При этом У вас Дистанции И времени Хватает Поэтому Ребятки Пользуйтесь Иногда Можно Эту тему Применять Потому что Это во первых Даст вам Побольше Времени На то Чтобы персонаж Был в астрале Для того Чтобы он Был Больше Замедлен По времени И вы Смогли С ультимейта Додамажить Ну и конечно Я считаю Что это Более Быстрый Прокаст Пользуйтесь В принципе Все Следующий Момент Который У нас Тут Есть Декрепифай Можно Будет Накидывать На Нашу Палку Это Поговорим Опять Так Еще На Палке И Декрепифай Также Можно Накинуть На Томбу Зомбика Это Тоже Не Забывайте И В принципе Все Все Больше Нечего Знать По Этой Способности Самое Главное Запомните Накидаете На Врага И Он Получает Много Магического Урона В случае Если Вы На Него Юзаете Что То И Также Он Очень Сильно Замедлен На Союзников Это Действует Намного Слабее 25% МС 25% Магического Урона Союзник Будет Получать Также И Вы На этом Все Погнали На Следующую Способность Надеюсь По Этой Способности Вы Все Поняли Итак Друзья Следующая Способность На Нашем Персонаже Это Конечно Незервард Я Считаю Что Это Одна Из Самых Основных Способностей Пугны Для Нанесения Урона По Врагам Независимо От Того Где Вы Находитесь Если Первая Способность Это Основная Способность Для Подфарма Третья Способность Это Нереально Недооцененная Способность В Большинстве Играх Некоторые Игроки Вообще Не Качают Эту Способность Они Не Понимают Что Она Делает Я Не Рекомендую Так Делать Почему Спросите Потому Что Незервард Наносит Огромное Количество Урона В Зависимости От Того Какую Способность Оппонент Юзает И Сколько Она Берет Маны В Зависимости От Потраченной Маны Потраченная Мана Будет Преобразовываться В Дэмэдж От Этой Палки То Палка Будет Наносить Урон Потратили Вы 100 Маны Получи 175 Урона Поняли Это Работает Именно Так Ну Минус Конечно Магический Резист И тому Подобное Потому Что Незервард Бьет Магией Ну И Сейчас Мы Поговорим Об этой Способности Более Досконально Ходки У нас W Прокачали Мы Данную Способность И В отличие От 83 Карты Конечно Вард Теперь Можно Куда Таргет Нанести И Поставить Вот Такая Палочка Ставится У нас И Что Эта Палка Делает Во Первых Данная Палка В радиусе 1600 Единиц В радиусе 1600 Единиц Будет Всем Сжигать Ману И давать Понять Вот Этим Статусом Что Если Ты Заюзаешь Магию То С тобой Произойдет Это Видите Дэмэдж Нанес За то Что Он Заюзал Магию Всего 30 Каких-то Единиц Маны Потратило А Немножко Так Нанесло Там Ну Сколько Символически Там 15 Урона Символически 15 Урона От Вот Этой 30 Маны То То есть Вы Понимаете Да А Если Вы Заюзаете Что-то Более Глобальное Как Та же Энигма Да Там 600 Маны 700 1000 Маны Тратится Когда Скай Ультует Да Там До 800 Единец Маны Ой Ой Как же Палка Больно Бьет Поэтому Ребятки Это Опасная Способность Поехали Размышлять По ней Более Глобально Следующий Моментик Который У нас тут Есть По Табличечке Погнали Дальность Применения Этой Способности Всего 150 Единиц Ставится Она В упор То есть Вы Бежите Куда Ставите И Палка Начинает Работать Следующий Момент Радиус Действия Варда 1600 Ударов Героев Для Уничтожения 4 удара Данную Палку Желательно Уничтожать Сразу же Потому что Она Во-первых Сжигает Ману Во-вторых Если вы Юзаете Способность Она Будет Конечно же Наносить Вам урон В ответ От потраченной Маны Следующий Момент Ударов Не героев Для Уничтожения 16 ударов То есть Это будут Крипы Там будет Тавр Плюс Еще будут Крипы Героя Да Там Такие Как-то Форджеты Там Возможно Идолоны И нужно будет 16 ударов Чтобы уничтожить Этот вард Следующий Момент Урон За единицу Маны 1 1.25 1.5 И 1.75 Урон За единицу Маны Это мы тут Знаете Как Чтобы было Было Немного Поинтереснее Как мы Это Сейчас Прообразуем Урон За единицу Маны 100% 125 150 И 175 То есть Урон Преобразуется В урон Жесть Как я тупо Рассказываю Вы поняли Короче Потраченная Мана Преобразуется В урон 100% 125 150 И 175 То есть На ласт Уровне Если Если у вас У тайда Образно Берется Монокоз 150 Маны По моему У него Всегда 150 Ман А не 200 И 325 Вот Образно 300 Демеджа Вернее 300 Потраченной Маны Это 100% На первом Уровне Палки Это 300 Урона Магического 300 Магического Урона И Минус Магический Резист И сколько Там 25% У тайда Это Примерно Получается 243 Урона Получит Тайт Если Заюзает Сейчас Равагу А если На ласт Уровне То 175% От Потраченной Маны То есть Получается Почти 400 Урона Тайт Получит Просто Потому что Костанул Ультимейт Это Очень Много Ребята Это Очень Много Так Тайт Это силач У него Небольшие Монокосты А если Это Будет Какой Маг У которого Монокосты Действительно Большие То это Будет Огромное Количество Урона Поверьте Следующий Момент Который У нас Идет По табличке Это Потеря Маны В секунды Но тут На самом деле Символическая Такая тема Это у нас Полторы Маны Три Маны Четыре Споловины И шесть Маны В секунду Вы будете Терять То есть Палка Высасывает По чуть Ману С врагов То есть Когда Вы ее Поставите Просто Мана Смотрите Вот по чуть Пошла вниз Шесть Пять То есть 0.46 Видите Показывается Здесь Очень хорошо Что админа Айкапа Сделали Вот эту Тему То есть Можно Легко Отследить Так как Тут Линка Видите Регенерацию Мы тут Немножко Просто Снимаем Да Вот сейчас В минус Пошла А так У нас Перебивается Линкой То есть Эту Тему Вы понимаете Да Работает Все Простенько Длительность Действия Этого Варда Тридцать Секунд При этом Монокост 80 единиц И перезарядка 35 То есть По сути Если вы Спамите Вардом Постоянно То у вас КД Варда Всего 5 секунд Это реально Очень Очень Быстро То есть Получается 35 КД 30 секунд Длительности И там Вот эти 5 секунд Без Варда Как говорится Вам нужно Немножко Прожить Ну и Вот такая Тема Данный Вард Сжигает У нас Ману Ему Все Равно То есть Он сжигает Ману Через Блэккинг Бары То есть В рейдже Найкс Стоит И смотрите Мана Там все равно Минус Реген У нас Имеется Следующий Момент Какой у нас Есть Ну Так как Вы наверное Обратили уже Внимание Найкс Чтобы зайти в рейдж Потратил Ману Но при этом Ему урон Не нанесся Это работает Именно только С Найксом Обратите внимание На джаггернаут Ему урон Почему-то Наносится Когда он Нажимает Крутил Как это Работает Я не Сейчас Не знаю Но это Такая Специфика То есть Если Джаггер Захочет Выйти Такой Вот Тоже В свой Своеобразный Астрал То палка Нанесет Ему урон И эта тема Максимально Рабочая Данную Ауру Вот Вот Эту Которая Ставится С палки Ее Никак Разве Нельзя То есть Если Уже Палка Стоит Ее Только Нужно Уничтожать Следующий Момент Когда вы Юзаете БКБ То естественно На БКБ Не будет Наноситься Не будет Возвращаться Вот этот Дэмэдж Но будет Сжигаться Мана Как вы уже Поняли Так что Вот такая Вот Ребятки У нас Тема Следующий Момент Который У нас Тут Есть Наверное Есть Вопросы Вот Допустим У Вич Доктора Имеется Вот этот Хил Вторая Способность На Вич Докторе Когда Вич Доктор Включает Бить Во время Того Как сжигается Ман Ответ Нет Потому что Вич Доктор У него Когда ты уже Включил Да Способность У него Мана Начинает Просто Сама Сжигаться За Включенную Уже Способность То есть Вы ее Уже Включили А вот За включение Когда берется Там По-моему Не 100 Что-то 50-75 Мана Я не помню Точно Вот за Вот это Включение Мана Мана Будет Сниматься Да То есть Единовременно И Вард Ударит Так что Не забывайте Вот эту Тему Также У нас Будет Наноситься Дэмэдж Если Образно Там Тракса Со стрелы Кидает Дэмэдж Будет Наноситься Потому что Каждый раз Вы тратите Эту Ману Также У Дестра У Сайленсера Все это Будет Тратить Маны Так что Не забывайте Про эту Тему Следующий Момент Который У нас Есть Это Момент Касаемый Фишечек Фишки Были На канале И Когда Враг Если Это Образно Тайт Там Или Какой-то Дум Или Еще Что-то Нажмет Ультимейт Под Незервардом И умрет От варда То Ультимейт Сразу же Мгновенно Откатится В случае Если Вы Байбэкнетесь У вас Ульт Не будет В КД Помните Эти Фишки Если Я Не забуду Я их Прикреплю В описании Переходите Посмотрите Очень Интересная Механика Ну и Что ж В принципе По палке Все Надеюсь Вы Все Помните Все Поняли Просто Запомните Поставили Палку И если Юнит Какой-то Вражеский Заюзит Какую-то Способность Он Получит Дэмэдж В зависимости От Потраченной Маны И В зависимости От Уровня Прокачки Дэмэджа Будет Больше На Ласт Уровне Всего 175% От Потраченной Маны Будет Возвращаться Врагу В случае Если Он Потратил Ман Все В принципе Легко Также Еще Не забывайте Что На Палку Можно Кинуть Астрал Тем Самым Ее Защитив Как Я уже Говорил Ранее Погнали На Ультимейт Ну что ж Крайняя На Сегодня У нас Способность Которую Мы будем Разбирать Это Конечно Лайф Дрейн Данная Способность Является Способностью Которая Очень Хорошо Апнута В 85 Карте И Конечно Позволяет Пугне Жить И чувствовать Вкус Жизни Потому что Он у нас Скелет И он Мертвый Да Скелет Мертвый Просто Скелет Но Сосет Жизнь Хочет Он жить Так Хочется Жить Ему Понимаете Ходки У нас Д прокачали Данную Способность И что У нас Тут Есть Во Первых Это У нас Таргет Во Вторых У нас Тут Есть Определенная Дальность Применения Если на 83 Карте Эта Дальность Применения У нас Фиксирована Она Максимальная 1200 Сразу С первого Левела То здесь На 85 Карте Это Урезали За что Я не люблю На 85 Карте Это Урезанную Хрень Это то Что Дальность Применения На 85 Карте С уровнем Прокачки Увеличивается Об этом Мы будем Говорить На первом Левеле Дальность Применения 900 Единиц А В чем Тогда Ап Этого Героя В чем Же Его Ап Ап В том Что Можно Переливать Теперь Здоровье Союзнику При этом Можно Переливать Ману Ману Если У вашего Союзника Не хватает ХП И не Хватает Маны То Вы можете Спокойно Эту Ману Перелить Образно Если У него Уже Фулл ХП Вы Нажимаете Ультимейт И В него Переливается Мана То есть Восстанавливается Как по Стандарту Я надеюсь Вы это Понимаете Ну а Если У вас У Пугны Конечно Не хватает Здоровья То Если Вы Нажимаете Вот так Вот Вас Побьют Сейчас Да Вас Побьют А у вас Притом Еще Маны Там Не хватает Ничего Не хватает Когда Вы Заполните Своё Здоровье Вот этим Лайф Дрейном Вы Начинаете Заполнять Здоровье Вы Потом Начнете Заполнять И Ману То есть Все Очень Простенько При Поэтому Врага Мана Не снимается Но Снимается Здоровье Надеюсь Этот Момент Вы Поняли Самый Ап В том Что Вы Можете Давать Ману И ХП Союзнику Это Очень Интересно Это Очень Специфично Четвертая Каточка На Пугне В Гайде Посмотрите Кайфанете Вообще Реально Необычный Геймплей И Очень Интересно Что В принципе Надеюсь По Применению Все Понятно Юзайте На врага Сосете У него ХП При этом Если У вас ХП Достает Полный То Начинает Сосать Ману То есть Можно Бесконечно Вот так Обузиться И По кайфу Так как Это У нас На ультимейте Магический Урон Он Соответственно Увеличится У нас С помощью Декрипифая То есть Вы сможете Сосать Намного Больше И Быстрее Вы будете Быстрее Восстановливать Все здоровье А Если У вас Еще Будет Актарин То 25% От Нанесенного Урона Вы будете Превразовывать Еще В хил То есть Восстанавливать Здоровье Будете Еще Быстрее Понимаете Да Это Реально Очень Круто Ну что Давайте Поговорим По табличечке В принципе Тут Все Понятненько Смотрите Дальность Применения Самый Интересный Момент В зависимости От Турной Прокачки Она Увеличивается 900 1050 1200 Единиц Дальность Применения Максимальная Длительность Ультимейта Сколько Можно Сосать 10 секунд Вы можете Сосать Спокойно Дистанция Разрыва 900 1050 И 1200 Ну это Понятно То есть Если вы Вот так Вот встанете Будете Сосать То Оппонент Конечно Попытается Убежать От этой Сосальни И конечно Разорвет Связь При этом Макро Момент Очень Важный Пугна Во время Вот этого Сосания Находится В чаннелинге Тут Это Также Помечено Смотрите Чаннелинг То есть Персонаж Неподвижно Должен Стоять И наяривать Если ему Прилетает Сюда Какой-то Микро Стан Микро Какой-то Станчик Свапы Сайленсы То конечно Все Это Прерывается Вы Перестаете Сосать И ультимейт Уходит В кд Но Есть Прикол Как можно Снизить Кд Об этом Чуть Позже Следующая У нас Графа Это Здоровье В секунду То есть 250 Здоровья В секунду Вы можете Себе Переливать Но опять-таки Это у нас Магические Цифры Соответственно Немного Меньше Вы будете Подсасывать Но Вы можете Этот Магический Урон Увеличить Декрепифаем Увеличить Солкачером Допустим Это вторая Способность Теридара И будете Высасывать Очень быстро Просто И высосали Вот в этом Фишка Монокосты 125 175 И 225 Единсманы И перезарядка 22 секунды Безагонима 22 секунды Это очень долго Но Что имеем Тамурады Следующий момент Который у нас есть Как это будет у нас Работать на БКБ Образно Вот так вот Юнит у нас Крутится в БКБ Смотрите Вы можете Стянуть ману Но при этом Вы не наносите Никакого демеджа Что будет у нас Происходить Если у вас Недостаток здоровья Как вы сможете Наяривать Эту тему В БКБ То есть Вот он крутится На джагере Смотрите Демедж Не наносите И хп Вы себе Не переливали Но при этом Если у вас Фуловый хп То мана Почему-то Восстанавливается Через БКБ Я не понимаю Почему Но это так и работает Микро фишечка В копилочку Следующий момент Написано Блокируется К линке Смотрите Оп Нажимаем в линку И конечно же В линку Эта способность У нас Не работает При этом Пугна Продолжает Дальше стоять Сейчас я вам покажу О чем речь Смотрите То есть образно Если я это сделаю Через шифт Вот так вот И идти Пугна втупит И будет стоять То есть у него Сейчас как будто Идет действие применения Смотрите При этом Должно закончиться Десятисекундное Вот это ожидание Якобы Что сейчас Пугна стоит Сосет И он побежал Этот момент Очень важен Почему Потому что Если вы работаете На шифте То тут нужно Перекликивать И вообще Пугна очень любит Переклики То есть для того Чтобы добиться Максимально Высокого уровня Импакта То есть вам нужно Все нажимать Очень быстро И постоянно Перекликивать То есть Б С Д И сразу же То есть переклики Даже вот сейчас Я не успел Нажать Дегрипифай Но потому что В лобби Персонаж Очень сильно тупит Очень большая задержка Ну она реально Ну Некорректно Не знаю Почему она так работает Но нужно Тогда больше Уделять времени На прокасты И на переклики То есть в игре Это намного легче делать То есть Раз Два Три Вот я сейчас Трипл кликами Играл Да И дал прокаст Максимально быстро Почему я Это затрагиваю Сейчас Потому что У пугны Очень высокие Вот эти Длительности Анимации Если вы Это будете делать Через шифт Это будет очень долго То есть смотрите Раз Два Там шифт И идти Да То есть там Ну Это очень долго То есть Даже это через шифт В принципе не сделать Надо все это делать От руки Желательно После декрепифая Нужно вам Сделать движение Я сам иногда Тоже в драках Не успеваю делать Это движение Потому что Иногда Влом Апмить Или просто Не успеваешь И конечно же В этом моменте Просираешься И у тебя персонаж После декрепифая Начинает стоять Ждать Там примерно Полсекунды И не применять Не применяет Ультимейт сразу То есть Постоянно перекликиваете То есть Тык 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 Раз и все Накидали быстренько И все работает Так что Вот такая вот тема Так У нас блокируется В линку И нельзя развеять Как развеять Данный ультимейт Пугны Если он уже сосет Только каким-то станом И прекращением Чаннелинга Надеюсь вы это понимаете В принципе Вот такая вот тема Как у нас наносится Вот этот урон И лечение Для пугны Этот урон У нас Он Идет Тык 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 Вот так Тыкательно Да То есть смотрите Видели как Яла Найки Сбил Ее рефрекшн То есть Урон начинает наноситься Так Тык 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 Поняли да То есть не так что Тык 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 А он быстренько Быстренько Начинает высасывать Вот эту всю тему То есть Буквально Тык 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 Вот так вот Слышали да Звук То есть Это говорит о том Что пугна Постоянно наносит урон Не просто тикого Как у Сандкинга Допустим да Песок Он бьет тикого То есть он так Тык тык Да То есть раньше так было Тык 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 То есть Блин Вы поняли короче Раньше у Сандкинга Было просто Тык сто 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 А потом разделили на Тык 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 Поняли Понимаете о чем я В этом и смысл Ребятки И тем 75 Нужен срочно нам Нужно раздифьюзить Вот этого таракана Отсюда Хорошо Надеюсь вы понимаете Да что У пугны Сейчас нет такой темы Что у него Демеш наносится Как раньше Наносился у Сандкинга Да и в принципе У пугны Такого не было Я не знаю Почему я это говорю Просто очень хотелось Подметить Что у пугны Демеш этот Считывается сразу Надеюсь вы это понимаете Так ну и что ж Что у нас получается По пугне По ультимейту Разобрались Самое время посмотреть У нас Аганим на данном Персонаже Итак прописал я у нас Аганим И смотрим что у нас Поменялось Во первых у нас Поменялся вот такой вот Персонаж Он стал вот так Подсвеченным Блин какой классный эффект Мне очень нравится Вот эта зеленка Да И что у нас Поменялось Во первых У нас Увеличился Демеш С ультимейта 180 240 И 300 Единиц Теперь Вы будете Наносить И переливать себе 300 единиц В секунду Следующий момент Это перезарядка Она стала у нас 0 секунд То есть каждый раз Когда вам будут Там сбивать Образно вам Там стан залетел Да И после этого Вы можете Допустим Давайте разыграем историю Вот пугна сосет Санкинг подкапывает А вы такой Да мне все равно И продолжайте опять сосать И теперь санкинг Вынужден убегать Понимаете да Как это работает То есть Именно поэтому Это кайфово Но и не забывайте еще Про то что вы можете Там союзнику Раз там перелили У вас там Уходит хп Там раз вы Опа Опять нажали При этом вы себе Хп сейчас восстановите Потом эману восстановите Потом также и союзнику И это просто Бесконечная Вот такая вот Сосальня Лизальня Получается Адская дрочильня И Реально очень жестко Жестко Вы можете напрягать В драке Всех При этом даже и союзников Союзник вам может написать Тирак Где мой хил Пахил меня Говорит Ну и в принципе все Больше аганим никаких плюшек Не дает Ну и что ж друзья В принципе Я думаю теория На данном персонаже Подошла у нас к концу Если что-то непонятно Пишите конечно В комментариях Астрал Вторая способность Не сочетается с Эзерилом Потому что они Перебивать будут Друг друга Что быстрее Что первее накинете То и перебьется Следующей Так сказать Следующим юзанием Способности Так что держите в курсе Ну и что у нас получается Пугна Сегодня ребятки На практике Будет очень сильный Обязательно Посмотрите все игры до конца Спасибо всем Кто досмотрел теорию И не буду тянуть Ребятки Пожелаю всем Приятного просмотра Спасибо что смотрите Обязательно Прямо сейчас Поставьте лайк За теорию Реально Просто поставьте лайк За теорию А за практику Поставьте лайк Отдельно Я постарался Друзья На этом все Как бы ребятки Желаю приятного просмотра И поехали Ну что, ребят, загружается у нас первая катка на пугне, и сейчас мы будем двигаться скелетными движениями, ненавязчивыми, вот такими обычными, мид, мид, вот так забиваем. Первая игра, которую мы будем играть на пугне, это, конечно же, центральный коридор пугна. Я лично считаю, что это персонаж центральной позиции, то есть у нас двойка, это стопроцентная двойка, и просто must have идти на центр, именно на центр этим персонажем. И что у нас еще имеется? Сейчас поговорим просто о персонаже, потом по контре, ну и, в принципе, приступим к игре. Не-не-не, я мид, вот так напишем. Пугна это такой персонаж, на котором вы должны мотивировать свою команду ходить с вами, потому что персонаж очень раннего пика формы. Примерно, где-то примерно 10 минуты вы можете убивать, в принципе, любого, и очень хорошо можете пушить. Персонаж крайне простой, ничего особо на нем делать не нужно, чтобы побеждать, просто нужна команда и немножко уверенности в себе. Следующий момент. Чего у нас боится пугна? Пугна это такой герой, у которого сама фишка этого персонажа, это его ультимейт, я считаю, и палка. Палка очень мощная. Ультимейт не менее мощный. Если вам не будут давать какие-нибудь клоукверки, да, мозги будут делать, пользоваться ультимейтом потом. Кто еще у вас может мозги делать? Неруб очень может сильно мозги делать. В любой момент, если у вас стоит палка, вас может просто застанет через карапас. Это очень имбово. Следующий персонаж, который очень много именно таргетного демеджа внесут, такой как Лина, да, но Лина, я не знаю, и против Лины я не очень боюсь играть, и против Леона также, потому что если стоит палка, то не проблема. Хускары всякие, резистеры, вайперы, это все очень тяжело убивать на пугне. Очень тяжело. Но пугна, в принципе, скрипя зубами, но может справиться. Все зависит от того, насколько оппоненты не уверены в себе и насколько уверены вы в себе и знаете этого персонажа. Так что крайне, в принципе, простенький герой. Никаких сложностей нету на нем плейть. Ну и сейчас сыграем первую игру, первую игру на пугне, так как нужно через центр играть. Это будет у нас стандарт, это будет у нас фазовый пугна. Я играю через фазы. Почему? Потому что это еще заведено с 83-й карты, когда ты, бывало, себе вард поставишь, где-нибудь себя заблочишь, да, и не можешь ниоткуда выйти. И этим самым можно пользоваться. То есть, образно бежите по лесу, поставили вард, да, и можете пробежать, а оппонент вот здесь вот, образно, застрянет, да, он не сможет через эту палку пройти. То есть, ну, это как с веника змеями то же самое, да, змеи имеют хитбокс, ты как бы можешь с помощью фазы игнорить и тому подобное. Поэтому я беру фазы. Плюс это очень сильный стрейф по МСу. Плюс дэмэдж, который дает хороший ласт хит и хорошую тычку. Я лично это смотрю так. Если пугна саппорт, конечно же, это арканы. Ну, это бесспорно. Арканы, грифсы. Такая катка, кстати, тоже будет, поэтому будем двигаться. Не суть. Пугна, фазы, боттл, стик, аганим. Примерно 14 минута. Это должно быть в хорошем тайминге. 14 минута аганим. И спушенных примерно где-то 2 тавера. Плюс-минус. Будем стараться к этому идти. И, как я вижу, не очень много берут героев, которые будут нажимать магические кнопки. Это как бы немного плоховато. О, Слардар. Слардар тоже очень сильный контрпик, на самом деле, на пугну, потому что есть доступ. И очень мало армора у нас. Очень мало. И поэтому мы будем просто сыпаться, как скелет. Все. Если Слардар прыгает, крашит, все. До свидания. Скелет. До свидания. Там свапаются, смотрите. Свапнулись пацаны. Ну, видимо, там, скорее всего, этот... Проблемка в том, что парень рандомнул. ВД. ВД, купи глимер. И не делай себе мозг на счет лотарах. В любой момент жми и вставь. Все. Парень переживает немного за то, что можно ли в лотаре нажимать на мультимейт. Можно. Только надо сначала ульт поставить, а потом лотар. Ни как по-другому. Иначе все собьется. Иначе все собьется и не получите желанного результата. Так, центральный коридор наш. Ест, скорее всего, будет на мину, да? Ну, посмотрим, если это будет ест. Будем спамить палкой. Выходим сразу. Попытаемся позонить. Попытаемся позонить. Где-то разминочная была тычка пугны. Разминочная тычка. И главное, на руне не сдохнуть там. Ага. На руне не сдохнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это то, что я боялся. Это Джаггернаут. Это, конечно, то самое, что конкретно неприятно. Ну, у меня парень, союзник, на базе стоял. Ничего страшного. Поехали. Центральный коридор наш. Я обычно на первом левеле вообще качаю в арт. Но тут, скорее всего, сейчас вайпер будет. Посмотрим. Да, вайпер. С вайпером очень тяжело будет стоять. Попробуем. Надо тычковать. Тычковать, фармить, ласхитить. Ласхитить, тычковать. Вайпер такой тоже поласхитить хочет. Не добью. Хорошо, добил. Очень важно с вайпером сейчас размениваться по криппингу. Очень важно, потому что... О, карасивый взял. Карасивый. Ты такой карасивый у меня. Вайпер не дурачок. Ласхитит неплохо, в принципе. Возьмем. Вард. Потому что он сейчас начнет, если закидывать. Будем стоять, терпилить пока что. Ну так, сделаем дабл килл. Чем раньше батл лейгу возьмем, тем лучше. Тут можно вот такую палку поставить. Палка, чтобы пассивно ману хотя бы по чуть-чуть сжигать. Мана немного сжигается на первых левлах. Но по чуть-чуть. И не давать ему, если что, первый кастовать. Если будет кастовать, то, конечно, будет получать. Хорошо. Вайпер такой хитрец, конечно. Хитрец на вайпере. Но стоим уверенно пока что. Он еще пока не зонит. Пока вайпер не зонит. Но может очень сильно зонить. Это ж вайпер. Не забывайте про то, что вайпер это очень. Страшная машина сокрушения. Он такое чисто. Побить. Это плохо, что палку отдаю сейчас. Немножко продамажим его. О, промах. На моей. На моей стороне немножко. Везение. Сейчас дикой пифай будет. Я могу его попытаться убить. Давай, оперед чувака. Просто тычканем. Пусть идет подхилиться. Так, но так как у нас тяжелый мидер. Пушить мы... Лайн сейчас не обязаны. Просто фармим. Пока что фарм. Батлыга на базе. Пока что фарм. Ну так, сделаем. Очень много он мне наносит. Прям издевки какие-то. Мне очень нужен боттл мой, который на базе. Срочно причем. Хорошо, он уже летит. Бластовать не будем. Вайпер, кстати, скорее всего раскачивает карасив. Потому что я ему с магией вообще ничего не наношу. Вообще пей ничего не наношу. Можно еще одной стратегией пользоваться. Вы фарма. Это... Просто когда вы декрепифаете и все. Креплите его по кд. Отправляйте. Потусторонние в миры. Хорошо. Пойдет. И он не сможет фармить, если что. Сапог принес себе. Будет душить. Надо от руны сыграть. Монета. Монету не дадут мне. Надо тут вот так фармануть. Фарманем. Побежали на низ. Надеюсь, внизу руну дадут. Надеюсь на это. Сапог нужен. Так, внизу инвиз. Отлично. На шестом левеле можно попытаться его забрать. Мне кажется, он не вытянет. Очень крепко стоит герой. Сам по себе. Но он не убивает. Не убивает. Это хорошо. Но меня побаивается. Вот так делаем. Кастуем. Подзадрачиваем. Шестой апнем. Можно будет попробовать забрать. Мне нужен курьер, ребята. Кур чуть позже себе сами возьмем. Потому что мид хардовый. Хорошо. Вот это еще ганг хороший. Был. Так, вилла. Мана не хватит на прокаст. Шугаем просто, пацана. Можно будет прокаста дать. Вот так сделаем. Стики спасут. Пойдет. У нас получше, чем у него в любом случае. Вовремя ЕС пришел. Но ЕС роумерский. Это плохо. Я манго взял на всякий случай, чтобы поддержать себя как-то в тяжелую минуту по нехватке маны. Плюс это пассивная регенерация. Ну, вайпер, конечно, да, плотный. Очень плотный. Пока фармим. Хорошо. Монеты заберем. Монета москов. Очень мало фарма. Себе курьера возьмем. И немножко побластуем сейчас. ТПшечку давайте. Хорошо. Так, сделаем. Очень хорошо будет, если он будет пытаться меня сейчас убивать. Гений. Вот это плохо, кстати. Ой-ой-ой. Чувак, не надо, пожалуйста. Так, сделаем. Камон. Как он меня переиграл, это жесть, конечно. Но я, если честно, не думал, что... Что-то задумался на фиссуру, что как-то не даст. Не знаю, почему-то затупил. Так, ладно. Чё страшного. Но я на самом деле думал, сейчас тут прокаста суну. Очень много дэмэджа там выходит. Ладно. Тут уже моя недоигровка. Но вайпера, тем не менее, я убил. Стою против двоих, это хорошо. Что я убил вайпера. Ну, ЕС активный будет. ЕС будет все кнопки нажимать. А у нас, походу, команда чуть-чуть как-то не удается, да, немножко. Не, ну, вроде что-то там делают все равно. Пойдет. Погнали. Мид. Хаслэмить будет. Ты чё, дядя? Хорошо. Отлично. Он перегазовал что-то. Так, я фаузы так и не взял, да? Где? Курьеры, кажется... Где вот этот? Или я не взял? Господи, серьезно? Очень странный момент. У ЕСа почти получилось. Если палку не подставил, скорее всего, он бы меня забрал. Скорее всего, забрал бы. Ну, очень наглый, очень наглый ЕС, но за это он поплатился. Чё за руна? Блин, почему не выпадает какая-нибудь активная руна, там, типа, хосты, может, у нас хосты, это очень страшно. Сколько там у него? 280 маны, очень много. Очень много маны. Вот так делище. Найс, сам себе кнопку сбил. Стой, чувак. Вот так дели. А, руш. Пойдет. Так, ну... Немножко, конечно, есть недоигровочки. Первая игра, я все равно сейчас как разыгровка. Как разогрев играю. Поэтому очень много микро ошибок, макро. Ничего страшного, это все наживное дело. Идем на центр. Ребята там гоняют. Мне бы сейчас туда, на самом деле, затянуть. На маны не сильно много у меня. ЕСа тоже погонять хочется. Дай маны, чувак. Отдыхай. Такой уверенный ЕС же есть. Таких ЕСов по КД можно убивать. Хорошо. Сейчас еще будет. Кнопка еще нажму. Так, сделаем. Отлично. Ребята там нормально дерутся, оказывается. Так. Что касаемо пуша. Если честно, у нас сейчас не очень хорошо получается пушить. Потому что мы подгангиваем. Бегаем. Желательно так крипа подходит вместо скрипами. Бластуйте. Будет все у вас хорошо. Рашамана у меня нету. Нифига. По раскачке, как вы поняли, я раскачиваю, естественно, вард. Отходим сюда. ЕС очень агрессивный, конечно. Ходит. Ходит. Душит всех. Ходит. Душит. Погнали, поможем. Если успеем. Не успели, естественно. Так, сделаем. Так, у меня 500 маны имеется. Я под вардом прошелся. Я прошелся под вардом. Тут кто-то стоит, не могу пройти. О, прошел. Так, сделаем. Хорошо, этого заберу. Отлично. ЕС уйдет, он на транквиле очень быстрый будет. Смотрите, он вверх, скорее всего, ушел. Нет, не было под крипами его. Но пойдет, пойдет, неплохо. Рала забрали. Тлардара забрали. Немножко активней, чем они. ЕС через речку все-таки пошел. Офига себе. Китрюга, конечно. Опа. Найс. Че-то есть глазомер подвел, да, брат? Бывает, бывает. Ничего страшного, брат. Не разочаровывайся сильно. Сильно не разочаровывайся. Чуть маны бы соснуть у него. Главное высосать хотя бы... Гол, вот так сделаем. Блин, это настолько круто, на самом деле. Пугна, такой вот герой, да? Очень крутая тема. Просто сосалку ставите. Чувак, ну тут уже надо, чтобы ты кнопки жал. Нельзя все. Были кнопки, были, были. Не жмет, боится. Ну риск, не бойся, ну риск. Ты же ну риск. А зато хрипов, блин, понажимать может. Боится, боится. Вот это есть ты, блин. Да что-то мне на руны не везет, на самом деле. Но зато фулл фарм уходим. Сало поймал я. Вот это добивай. Отходим. Отлично. Отлично. Все, я пошел. Потому что сейчас выйдут герои. Вон идет тралл уже с глимпсом. Очень страшно. Очень страшно. Так. Хорошая руна. Хорошая руна. Отличненько. Пойдем на базу. Можно попытаться около таманы соснуть. Хочу аганим дофармить. Очень хочу. Очень хочу. 12 минута, почти есть аганим. Радует. Барт стоит в меду. Сразу отходит. А то так сделаем на уверенность. Уверенность. Пойдем в лес. Очень страшно тут стоять. Нужно будет сделать сейчас аганим. Даггер. И пытаться вардить, ребят. И двигаться. Правильно. Правильно. Друзья, не забывайте поставить лайк на гайд. И в случае, если вы первый раз смотрите какой-то такой гайд. Новый, обновленный. Да, не забывайте подписываться на ютуб канал. Это мотивация. Нереальная. Нереальная мотивация. И благодарен каждому, кто поддержит. Не забывайте. Пописка. Пиписка. И это прекрасно. Буду благодарен, если будете поддерживать. Лайк. Подписка. Это мотивация. Не забывайте также на стримы залетать 19 по МСК. У нас бывает очень жарко. Очень, очень жарко причем даже. Особенно, когда хейтеры в чате. Это прям... Прям страшно. Есть. Когда даггер интересен. Так, аганим есть. Аганим сделал я, в принципе, стандарт. Но без стиков. Но без стиков. Поэтому... Поэтому как-то так. Тпшимся на мид, я думаю. Блин, там в лесу стоят типы. Но я лучше мид не буду. Сильно. Чтобы он страдал. Дефним. Дефним. Таггерочек next. Хорошо. 13 левел. Двигаемся. Гоу. Погнали драться. Эти пару вардов возьмем. Погнали вообще, как мидер. Сам не обязан брать варды. Но для вашего же удачного сосания с ультимейта. Я рекомендую это делать. Так, вот тут очень плохо, что я могу сейчас... Улететь в стан. Какой-нибудь. Джага с Маднесом. Это хорошо. Джаггернат тяжело будет высасывать. Ну, можно вот здесь вот. Тэшку. Опа, вард стоит. Вард стоял. Палку ставим где-то поближе. Вот так вот. Можно бластануть. Очень есть интересная фишка. Могу показать чуть позже. Как раздамажить Тэшку, не подходя к ней. То есть, краешком цепляете, чтобы табор позеленел. Или посинел. И тогда вы спокойно надамажите. Вот так вот. Надамажите. И вас Тавер не достает. Просто не хватает у него дистанции. И все. Такая фишка. Бластуем. С этого можно... Блин, Вижен вообще такой не в тему. Чуть пососем его. У меня вард все равно уже заканчивался. Так что норм. Гонис. Моя сеть у тебя. Сейчас это вот тут я не ткнем. Очень опасно. Оппоненты сплоченные. Сейчас Джаггера боюсь на самом деле успевать. Астралу надо нажимать. Ну, тут не успеет нажать. Ну, так сделаем. Очень вообще ему пофиг. Этому вайперу. Реально, я сейчас дал ему фул прокаст. Реально, просто пофиг. Просто пофиг. Вот так делаю. Аи, СТП дает еще. Не-не-не-не-не-не, вот тут я не хочу уже. Ты что, камон, камон, чувак. Вот так сделаю. Вот так вот делаю. Отходим. Очень неприятные. Ну, пятером они тут. Ой-ой-ой, ну я в таверну. Я в таверну. Да, мне тут ничего не поможет уже. Ну, если только так. Ну, почти, почти. Ну, Пуч мог меня подсейвить, но он там хук просрал куда-то. Но пойдет. Если в размен два-три героя на меня, два хотя бы уже хорошо. Вайпера там худ. А, ну вот почему мы все равно. Вайпера худ. Дуэльку. Туши, туши, туши его. Хорош, хотя бы в дуэличку. Найс, продолжается драка. Вайпер нарезает у нас Зевса. Отходят ребята. Они понимают, что нужно делать, но я тоже не понимаю. Что, вроде вайпер? Куда ты идешь? Ты умрешь. У тебя раскайтят. ББ. ББ, пацаны. Вот почему вайперу все равно. Вайперу все равно. Так. А его худик. Это плохо. Следующий момент, что у нас имеется. Это... Уеса даггер. Это плохо. Это очень плохо, что уеса даггер. Можно сделать глиммер, но там слордар. Плохая драка, на самом деле. Ничего я не забрал. Никаких мувов полезных не было. Хожу с вардиком. Внизу сейчас, скорее всего, будет суета, поэтому я... Полечу на низ. Полечу на низ. Пойдет, так сделаем. Перехилим, пацана. Хорошо. Вот это вот туда же. Высасываю просто. Мана нужна. Давай вот этого посовем чуть-чуть. Мана нужна. Хорош. Слушайте, ну это на вставочку, походу, будет сейчас. Ой-ой-ой. Ну это на вставочку. Как давно не было этой фразы, да? Красава. Ой-ой-ой, это что там такое лоу-хпо бежит? Прикинь, да? Можно было и рмпэйдж оформить. И прикинь, я мискликнул очень сильно, на самом деле. Очень мискликнул. Но я отсюда бы не достал никак. Не достал бы. Ну можно было сейчас сделать. Ну там первая тычка еще баш вылетел. Дополнительно дэмэджа внес. Пойдет неплохо. Неплохо. Погнали, вот тут со сайти сделаем сейчас. Жди. Ну если хуканет, попадает. Он, блин, конется же сейчас. Там же дайгер, чувак на худже. Реально. Хорошо. Пойдет неплохо. Неплохо. И я сам ошибся, мог уйти просто. О пугне сейчас напишет. А, на вайпере, окей. Мид слил. Мид слил пугне. Кстати, да, подслил он. Вот так сделаем. Брат, у меня вот такая штучка есть. Ну ладно, пушим, ребят. Пушим. Пушим. От руки будем пушить, маны не особо много. Вот тут, вот так сделаем. Ничего страшного. Что nextом собирать? Смотрите по игре. Если очень много... Очень много... Какого-то такого дэмэджа, ненужного вам, да? То есть тут, например, вижу с лордара. Линку желательно сделать. Вот этого пацана. Блин, как вот маны не хватает, да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, это очень плохо. Там была бы мана. А бы мана. Хорошо. Подвар делим. Нужно соснуть у кого-нибудь. Соснуть надо. Ой-ёй-ёй. Я очень далеко. Хорошо. Высосали очень много. Пойдёт. Гоу. Ах, ублинковался. Прикинь. Если бы сейчас иллюзия нанесла таки... Это плохо. Хорош. Вот так сосаете просто. Пойдёт. Можно было лучше, конечно. На пуджа там застралить. Там туда астрал, туда. Но очень боюсь подходить близко. Там сладар ещё. Слордар там ещё. Надо вардик. Вардов нету. Вардик АД. Найс, ты прыгаешь, дядь. Крипа нажал. Ладно. ЕС, конечно, прыгнул. А он тильтанул. Пару раз умер. И тильтанул. Найс. Это по кайфу. Вот и так и пушите по чуть. Я соло могу пушить, да? Сами видите. Хорошо. Очень много маны соснул. Это радует. Найс. 3000 сверху у нас. Пойдём на руну. О, первая руна отличная. Хаста. Трал вардить идёт. Можно трала сейчас поймать. Бежали. Вот тут палку поставим. Сразу. Куда он пошёл на трале? Где он? Вот здесь, наверное, пошёл ставить. Хорошо. Там чел на джаге бежит, дядь. Я на хосте, мне всё равно. Фукай джагера, дядь. Умничка. Блин, декрепифай засунул, прикинь, не в тему вообще. Ну, с руки и бить только, ман, нет? Ой-ой-ой, какой хук, дядь. С руки и бить, говорю. С руки и говорю, бить только. А, прикинь, немножко не хватил. Но стояла бы... О, сдох всё равно. И стояла бы палка, может быть, рампогай была бы. Второй раз на вставочку? Да что такое? Что это такое вообще? Что они так рано сдаются, там оппонента. Так, ну... На топе дефнем рунку. 24-ая минута. Неплохо. Просто стою и сосаю. Можно попробовать окторин сделать, но я боюсь, потом... Невозможно будет сделать БКБ. Невозможно будет сделать БКБ. БКБ. Давайте линку сделаем. Линка. Как-никак, линка это линка, ребят. Тут линка против Слардара. Хорошо, зайдёт. Траул глимсануть. Может, вернуть, убьют. Поэтому можно. Потл дропнем. Пару дпшек. Хорошо. Где Слардар все это время ходит? Вроде дрались сейчас, да. Слардара толком и не видно было. А вот и Слардар. Хорош. Как же дамажит этот легион. Так, Слардар, походу, там заберёт лего-таки, да? Заберёт, походу. Тебе обязательно это руна нужно надеть, да? Обязательно руна нужна. Хорошо. Отлично. Пойдёт. Я даже вайпера сейчас смогу убивать, потому что у меня очень сильный фарм сейчас, на эту минуту. Хорошо. Отлично. Пойдём вот так вот. Нафиг мид щемится. Линка есть. Это дефолтный билд, ребятки. Игра без догона. Догоновая. Догоновая катка. Также у нас будет... До конца. До конца. Ломаем хоть чуть. Хорошо. 1600. Я обычно на таком билде ещё Гасту докупаю. Аппы в Атериал. Очень много дизейбла ещё даю. Туда прыгнул, там кнопку нажал, тут нажал. И достал бластов немножко. Я стою просто с горы сосу. Сосу с горы, понимаете, да? О чём речь. Просто стою сосу с горы. Я специально хочу потянуть игру, потому что... Ну, чтобы добрать артефакты, потому что нужно. Сосу стою с горы. Хорошо. Что? Пойдёт. Зачем Фиди? Не Фиди, дядь. Не Фиди. Не надо Фиди. Хорош. Но начало было многообещающее у ребят, потому что там и ЕС. Крепенький. Он довольно-таки неплохо играет. Он и роумет. Но тут видишь, в чём проблема у нас. Имбы. Легион. Например, это очень крепкий герой тоже. Особо ничего делать не нужно, чтобы на нём выигрывать. Парень на лиге играет. Плюс у нас перевес по мидеру. Мид у нас более активный. У нас файт очень хороший за счёт пугны. Поэтому чуть-чуть они проигрываются. Камон. Сюда. 600 БКБ хочется, конечно. Но там физучники. Опять-таки, БКБ против физики делать. Только из-за стана ЕСа делать БКБ. Это, конечно, круто. Слардар. ЕС. Так, делаем. Ломаем. Пойдёт. Мана, кому? Сейчас в Next там чё-нибудь придумаем. Хорошо. 21-й. Ой-ой-ой. Это что там за драки? Ну, тут мне кажется, надо уходить. Опасно очень. ББ. Стреки забрали. Не потяню. Уж не попал Хуком. Не попал. Я буду в твоих глазах. Я буду в это. Да, чуть не дотянулся на пуджи, парень. Сландартная игра есть? Очень опасно, вы чё? Нет, чуваки. А что? Так нельзя работать. Стрело, можно будет забрать быстренько. Ну, я размял его. Рошана забирают. Пайпуха. Печалька. Погнали низ. Тут дэмэдж нужен. Дэмэджа не хватает. Пайпы, пацаны, взяли. Если сейчас будет проблема с пуджем, они сейчас, кстати, оппоненты камбэкнули. Если проблема с пуджем будет, нужно будет... Скорее всего, делать некрономиконов, попробовать подпушивать. Вот и два. Проиграем, конечно, так. Надо потому что вместе играть. Они сейчас могут вот на таком характере, да, вот просто бежать и убивать. Я не смогу пополомать немножко. Ребята сноуболятся. Ну, я не сломаю. Там Т2 еще. Кого-нибудь на ТП разведу. Я буду быть твоими глазами. Я буду быть твоим глазами. Что нужно для меня? Угу, хорошо. Слардар ушел, по идее, да? Так и не дососал я его. О, баш фирт с хитом. Ну, конечно. Баш фирт с хитом. Ну, как проиграть катку, да? Вот такую. И поехала. Баш фирт с хитом. Ну, это то, что я не рассчитывал в целом. Дуэль-ку, дуэль-ку, брат. Дуэль-ку даешь? То есть. Ну, надо двигаться дальше. Вот так делать. Хорошо. Слардар пришел. Слардара надо. Ну, дотянуться. А Егу хотя бы слить. Хорошо, Ега минусом. Есть. Слардар, конечно, тяжеленький. Не успел. Ну, минус мид вообще на изи, потому что там дамагеры. Низ я не доломал, еще и сдох от ЕСа. Так, ну, БКБ. И я тут что-то на демэдж бы сделал. А что-то на демэдж подразумевает покупку... Дагона какого-то. Потому что... Жесть катка непредсказуема. Очень жестко законтрили пацаны. Два раза. Я сейчас стрик отдал. Прикинь, сейчас там БКБ купят. Это скорее всего проиграем дальше. Демэдж какой-то нужен. Ну, Хекс буду делать, наверное. Слардара побаиваюсь. Но есть БКБ еще. По Астралам прыгать будем. Зерил, если что, сделаем. Пятером. Надо. Легион, конечно, демэджа чувствует. Очень много. Печалька. Ой, хорош, хотя бы так. Джага. Похилю. Пили-пили-пили. Ой, камон. Мид. Мид-мид-мид. Мид, парни. Неплохо. Опасно, да? На ошибкой ты ошибся, получается. Серьезно. Ломаем подсчуть. Слардар, Маднес, Сильвер. Маднес, Сильвер, Слардар. Да, я чуть пососу. Сильвер, нажимай. Опа. Хорош, пульс, ой, молодец. И не сможно. Камон, это 85-й, это всегда актив такой. Почему он Сильвером не пользуется? Слардарик. Сильвер, нажми. Пили-пили-пили-пили туда. Ой-ой-ой. Хорош. Есть. Слардар Блатар зашел. Сейчас будет нападать. А мы все что, поцелим, в стороночке будем стоять. Че за игра, да? На Девс, скорее всего, побежит сейчас. А, да-да, побежал за Девсом. Побежал за Девсом. Нам надо Б и идти отсюда. Оп. Ха, да социал просто. Б. Б. Хекс. На Хекс там, ребята, очень потная, поэтому нужно Хекс. Очень нужен Хекс. Для того похилим сейчас, наверное. Хорош, как мы, да, так ворвались обратно. В моменте. Патиманы, леги дадим и хпшек. Хорошо. Ой-ой-ой, это что такое? Ну, сейчас заберем, по идее. Ой-ой-ой, как торопишься, дядь. Торопишься очень на Девсе. Тут сюда двойку дай, да? Он пошел. Ну, пойдет. Пойдет. Ну, меня он не убивает, у меня Линка. Если он даже нажмет. Надо вижен на него. Надо топ идти. Давайте пару сентрей вот так вот сделаем. А то вместо телепортов, конечно. Дай, 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 брук, кнопки. Хорош. О, изи. Хорош. Заморалили, пацану. Ну, Хекс, скажись, я так и не доделаю. Ну, потная, потная игра получается, Рилли. Все равно доделаем. Хекс, получается, у нас все равно будет. Гоу. Сентри, вардик, опсик. Так, сентрик сюда. Опсик сюда. Так, сделаем. Угна, огуре, фельвей, да. Братан, ты вайпером мид слил. Угни. Какой тебе фейлвери? Это плохо. Хорош. Хорош. Ну, ребят. Получилась у нас вот такая игра. Первая очень динамичная. Очень такая мощная, даже сказал бы. Ребята, молодцы. В команде очень хорошо сыграли. Жалко, не довез у себя Хекс. Но, в любом случае, Хекс должен быть здесь, в этом билде. Еще пару ошибок, если бы мы сделали. Хекс просто был бы здесь must-have. Поэтому, Хекс здесь есть, в этом билде. В любом случае. Каточка первая у нас есть. Это была стандартная первая игра, которую я обычно играю. Следующая катка у нас подразумевает тоже пугна через мид. Но, что меня там добавляет? Кто добавляет? Зачем вы меня добавляете? Не надо меня добавлять. Следующая катка у нас подразумевает эту катку через догон на пугне. И она тоже должна быть очень динамичная. Погнали next-овы. Ну, что, ребята, загрузилась у нас next-овая игра. И сейчас я очень хочу сыграть пугной через догон. Очень-очень хочется сыграть через догон. Но, тут есть несколько нюансов, которые я вам, в принципе, расскажу. Какие нюансы, спросите вы? Сейчас и будем их разбирать. Смотрите. Если у вас есть возможность собирать догон и максить его образно, да, у вас идет каточка, вроде все ровненько. Так, рекомендовано, конечно же, не особо жестко впрягаться в догон, потому что у вас могут быть потом жесткие проблемы, если вы будете максить догон. Жесткие проблемы в чем? В недостатке артефактов. В случае, если вам необходим ранний какой-то форстаф или какой-нибудь там образно, ну, что-то такое раннее, что позволит вам выживать и постоянно не фидить, то вам необходимо будет сделать ранний артефакт. Не догон и потом так далее. Не апать догон. Ну, короче, вы поняли. Догон, не догон, догонович, догонович. Смотрите, смысл понятен. Да, я думаю. То есть, если есть возможность, апайте. Если нет возможности, собирайте, что надо. И улт, форстафы, бкбшки и так далее, а потом начинайте дальше проапывать. Все, все очень просто. Окей. Ампро, он пугно. О, блин. О, блин. Хорошо, так напишем. Что мы конкретно сейчас будем раскачивать? Если в первой катке мы максили вард и декрепифай брали на один атрибут до 11 уровня, то сейчас мы будем раскачивать с гибридно, а именно 3-3-3. Чтобы был у нас максимальный импакт задогона, нам нужен декрепифай. Чем раньше мы его выкачаем, тем намного будет лучше. Но, опять-таки, не торопитесь. Не торопитесь. В случае, если у вас не будет палки для команды, опять-таки, первый, второй спал-то для вас, и палка это для команды. Также догон для вас. Потому что с догона вы сможете хотя бы убивать мидера, каких-то ганги более делать успешно и тому подобное. То есть, сможете двигаться по игре более сноуболистым. Выразимся так. Поэтому вот такой смысл. Так, взяли там, к сожалению, и вот это, и вот это, и вот это. И все неприятно. И фантом неприятно. Очень неприятно. Но, в центре, если будет успешно, катка должна быть наша. В принципе, контрпиков тут особых нету. Самые лютые контрпики, всегда вы испугны, ребята, это жесткие резистеры. Плюс какой-нибудь там клок и тому подобное. Резистеры. Именно самый жесткий контрпик. Типа какой-нибудь там вайпер, да. Но вайпер еще как-то щадящий. Очень жесткий контрпик антимаг и очень жесткий контрпик хускар. Но это банально резистеры, это и есть резистеры. Вы сами понимаете. Ну и двигаемся. Первый артефакт догон. Ну, постараемся все сделать по красоте. По красоте. Что мы будем делать сейчас? Сейчас мы выфармливаем дефолт. Выфармливаем дефолт. Дефолт артефакты. То есть там сапог, пазики, ботлик. И выходим в догон. Все. Я надеюсь, вы поняли. Не забывайте поставить лайк. Не забывайте подписаться на канал, ребятки. Это очень важно. Ваша мотивация на то, чтобы делать видосы более качественно, красивые. Новые гайды, новые рубрики. А что если? По кайфу видосы. Рад для вас стараться. Поэтому не ленитесь поставить лайк. Также не забывайте смотреть шортс-видео. Их тоже очень много на канале выходит. Ну, стараюсь выпускать по мере возможности. Потому что все сам монтируешь. И очень много... Очень много времени на это уходит. Когда сам все монтируешь, это очень много времени забирает. Геймплей пока все запишешь. Пока намонтируешь. Поэтому, ребят, ну... Я не ленивый человек. Я сутками сижу за компом и стараюсь сделать контент качественно. Надеюсь, вы это цените. Надеюсь, вы это цените. Так, таракашки, пошли. Давай вот это, вот это, вот это. Опа. Опа, так даешь? Хорошо. И даблкил можно? Спасибо. Да промах опять. Где-то я это уже видел. Что за промахи? Ребята, я прошлую катку играл. Я проиграл один против девятерых. Играл против Хускара, который просто ничего... Ну, мид он мне 0,4 слил просто на Хускаре. Это ладно. Не суть. Вначале у меня был, когда я должен был сделать ФБ. Вот здесь вот, с лоу граунда. Я, короче, блин, не знаю. Ладно, с мусорки достану это видео. Вот здесь вставочку сделаю сейчас. Как у меня был промах по ЕСу. А давайте в целом видео остановим. Просто ставим этот момент. Только не промах. Ах, да ладно! Ой, камон, бро. Ток не промах. Вы поняли, какой момент. Надеюсь, я не забыл. Отлично. И... И все. То есть, блин, это кринжово. Две катки подряд. Вот это одно и то же. Это... Это очень неприятно. Хорошо, так закупаемся. А будем палкой, давайте, спамить. Рукой спамить, палкой спамить. Что-то я мог, кстати, его убить. Но лучше на третьем такое делать. Пытаться. Играть лучше тут через палку. Ну что, он будет спамить. Будет получать хотя бы. Какой-то кэшбэк. Выразимся так. Вот он, кэшбэк пошел. Парма у него тут не будет. Первое, что покупаем, это боттл. Это боттл. Хорошо. Что там, брат? На алхимосе. Не получается чуть-чуть. Ух, команда душит у меня. Молодчиночки. Умнички. Так, ну пока фармью им, ребят. Фармью им. Скоро будет у нас боттлышка. Примит. Максимально фри. Стараемся его не пушить сильно. То есть, мы как бы пушим, да? Я тороплюсь, потому что надо на руну бежать. Поэтому я тороплюсь. Алхимик, если на топ сейчас побежит, значит монету он внизу не взял. Жалим. Я тороплюсь, потому что нужно руну взять. Опа, хорошо. Золото он не получит дополнительное. Декрипим его и лосхитим. Вторая стратегия фарминга, это когда вы декрипите оппонента. И добиваете просто, и все. Дикий репифайд можно по кд. Мана немного, забирая 60 мана, это копейки. Так, добить. Хорошо. Отлично. Найс. Прекрасно. Хороший мид. Свежая еда. Вкусное мясо. Кстати, на речке здесь я и не добил алхимика. Айт плохо. Так, кэшбэк вернем, а мы все что, вдруг останет. Легкий мид, максимально ВС. Алхимика. Промах, промах. Давай еще раз. Я вообще не удивлюсь. Если еще раз промахнется. Ладно. Хорошо. Нормально я его прессингую. Еще тычечка. Ой, хорошо. И вот тут вот так сделаем. Отлично. Ну, алхимика победили в миду. Кстати, вот эта третья игра на пугне, да, ни разу еще мид не слил на нем. Даже вайперу не слил. Твес вайпера стоял. Причем довольно-таки неплохой вайпер, в принципе, в среднем уровне игры. И чувствуется, что я могу выиграть его. Но выиграл только после шестого. Потому что вначале он сразу красиво вышел и гг. Кто нам убивает так? Вивер на активе. Молодец. Так, кэшбэк вернем, да? Сейчас ману подрегеним, потому что я буду в поле заходить. Так, сделаем. Вивер заберет все что. Беги, дядь. Я верю в тебя. Верю в тебя. Ну, кстати, мне кажется, бежать до Талого. Там ЕС пришел. Пазики. Пазики. Так, декрепифай. Я Бласт, наверное, возьму палку, если что, в двойку возьмем. Так, сделаем. Будем по-чуть подпушивать. Хорошо. А можно купить, плюс. Хорошо. Этого я тоже могу забрать. Эх, ну без фаз не заберу. Мид не хочу ломать, но шестая минута на куда. Но я уже и так почти его сломал. Так, сделаем просто. С руки побьем. Нанизу руна есть. У нас очень активный вивер. Умничка. Редко встретишь, примерно... Ну, я играю сейчас на 5 КПТС. Редко встретишь нормальных виверов. В играх. В основном все задроты в СССР играют. Это печально. Так, делаю. Ой, ошибка. Ошибка. Он бы меня отобрал, кстати. Почему фиссуру отменю? Так, декрепифай в двойку. Погнали на базу. У меня почти есть догон. Нанизу руна по-любому была. Давайте здесь заглянем. Подстакаем, потом подфармим. Будет времечко. Дополнительно. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Косарик остается, да? Внизу можно пойти газону. Я, наверное, в мидула сейчас. Там ЕСа приму, там того приму. И париться, чтобы. Оп, хорошо. Погнали в Т-2. Теперь ребята спят. Курьеры ребятам не дам я. Мне соло-курьер нужен. Не могу без соло-курьера. Как хилиться, смотрите. Ну, все, что внес, все захилил. Трюсиный тавер это называется. Т-2 можно спокойно бурить. Эд пугна. Если у вас команда активная, то на пугне все изи катки на самом деле, поверьте мне. Пугна очень интересный герой. Очень быстро пушит. Очень быстро пик формы входит. То есть вы можете за счет товаров поднять очень много раннего золота для команды, да? И спокойно выиграть катку. Так, это что там за беготня? Пойдем пососям немножко. Ой, глобалка. Ты смотри, что делает. Этот краши дает. Дядька. Дай пососу чуть-чуть. Хорошо. Вот так даешь. О, сейчас закроет. А нет. Так, почти догон. Вот этого крипа добить бы. Так, он отзонен. Хорошо. Так, догон есть. Декрепифай берем. Трешку внизу забрать бы еще. А, крипов много. Ладно, на Харас. Бластанем. Гола мать. О, ману можно восполнить. ХП-шку вернее. ХП-шку пополним сейчас. Пойдем на рунку. Так, догон у нас есть. Он Т2 там ломает фантом. Фантома я соло убиваю с догоном. 700 хп, а что бояться? Сейчас, хп восстановили. Найс. Так, что Next там собирать? Так как тут нету потребности в каких-то ранних артефактах. Ну, можно Юл сделать. Да, Юл, Даггер. И с такими артефактами двигаться. В принципе, можно и так. Но можно и догон максить. Потому что я тут не вижу пока проблем никаких. Проблемы появляются по мере игрового процесса. То есть, вы видите. Ага, фантом резко. Там уже диффуз у него. Опять-таки против диффуза что собрать? Ничего ты не соберешь против диффузола. Это кринж. Это кринж. Так, тут руну забрали. Давай я тебя немного. Чувак, можно? Чуть-чуть. Блин. Ест пришел, собьет нафиг. Так, сделаем. Дай маны чуть-чуть, дядь. Хорошо. Мне этого достаточно. Почуть-почуть так и восстановимся. Алхимик Лец ушел. Надо бы к нему сходить. Дох, не перекрыл. Хорошо. Отлично. Декрепи 5-3. Дагон вам очень много нанес. Очень много. Знаете, что я вам могу сказать по поводу Дагона? Билд с Дагоном это билд на самом деле очень легкий. О, там уже Диффуз. Ай-яй-яй-яй-яй. Уже Диффуз. Я сейчас могу по КТ начать фидить из-за того, что там Диффуз уже. Просто я физически ничего не могу сделать против Фантома, который... Он просто доппельгангер, да, и нападает. Все, я ничего не сделаю просто. Он меня просто уничтожает. Так что... Проблемно, проблемно. Там Алхимик фрифармит еще. Надо... Давайте возьмем пару вардов, да? Пару вардов, смакай, и пойдем попробуем убить его. Пару вардов, смакай, поехала. Так, сделаем. Погнали. Надо в миду, наверное, сначала газануть. Что-то ребята там... Опасные, да? Ну, палка в двойку сейчас будет. Не люблю сам пугн, который... Ну, опять-таки, я мидер. У меня левел быстро апается. Я не люблю пугн, которые не качают вообще палку. То есть они вообще пренебрегают этой темой. Палка вообще, типа, не нужна. Они вообще даже бывают... Я видел пугну, который плюсы качает вместо палки. Это вообще кринж. Пойду, лес схожу. Пойду, лес сбегаю. Я не видел. Айти тупой вард поставим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Ты мне не нужен, ты мне не нравишься. Смотрите, просто это одно копье, и я просто отлетаю. Отлетаем. Я пошел алхимика искать. какие на чуть-чуть не хватило вард стоит уже ждал меня уже ждал меня парень ай тут вард стоит и там вард на подходе прикиньте как пацаны там тут ops 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 на подходе и в кемпе вивер умер до хорошего очень хорошо бы ты сейчас реки убьет его есть блинки 3 блинка давай а все не убьет но не хватило мне дэмэджа не хватило плюс ребята сразу такие оба мы поможем алхимик алхимик наш парень герой вон кто варди да и сварби он знает знает варды стоят опса все но типа команды по саппортингу оппоненты очень крепкие надо пушить золото получать очень крепкие оппоненты по саппортингу да будем крысить давайте что-то не знаю кушать догон не зайдет сейчас сейчас тимфайты начнутся загона 1 2 они еще пятером собрались просто стоят пятером в одной точке значит надо сплитовать и фармить я пытаюсь просто что-то келять потому что с догоном келять просто ну изи а сейчас келять могут меня потому что фантом с диффузом это очень страшная вещь вот опять-таки на карте никого нету да что сейчас делать желательно вообще уйти отсюда никого на карте вот он вот он по идее я успеваю если винтра не поставит ульту у меня все леса фармят хотя можем активничать ну вот такая катка ребят актив начинается оппоненты вместе играет а у нас как-то неслаженно пока что пока что неслаженно на меня дали много кнопок сейчас по сути и с опять там саппортит три игры играют три игры играет в с с которые full саппит у нас даже опса нету ребята вы можете не фармить а чуть поиграть кто-то это когда не крипов убиваете а героев жестко конечно что может глимер сделать там ворду но так ворду надо взять и снять ворду а у нас оказывается все керри вот и ворду блин и опсы находят мои жесть но я не буду full саппит здесь но тут скорее всего так поначалу видно как будто тут лузик будто тут лузик прям реально такая игра про идет сейчас скорее всего сюда еще придет сало я опять 1 из 9 тут буду это жестко конечно на лимит лайнинг закончился начинается центральная игра и он я очень серьезные проблемы в этой катке потому что она очень пассивная команда так сделаем он там уже бежит фантома никак не тянул вообще как бы хотел или не хотел так тупо да выглядит конечно но ничего не поделать нету команда не поможет никто надо забивать хорош добил можно было да там попробовать побежать с там один не крепи файп он там умирает но блин вон рядом сапы поэтому я и ссы кую рядом саппорты бегают соло очень тяжело убивать там опять вот я сейчас и с видели клэпнул на руни вышел алхимик фри фарме тут дают спейса дают спейс пацаны жест этот догон сейчас реально только в зад себе засунуть потому что вообще никого импакта не вносится когда пассивная игра догон импакта не вносит рунку заберу аромы нет на той стороне тоже ровно не будет все руны контрятся вот так вот типа ничего не сделаете вы по балка что не удар то промах так но ребята там пойдут до талава не кажется ничего там не получится у них надо у кого-то соснуть айс лордор даггер имеет оружие я очень далеко конечно очень далеко конечно ничего не получилось за эту драку тут фантом идет а вот он даже кто настоящий его хрен пойми вот это настоящий манус асу хорошо это очень хорошо я умер но хп стоит лоу хп просто можете помочь ох блин потны я не буду ничего писать без толпа мне просто не нужно встревать фантом сейчас тараска просто сделать у нас керри намного слове ладно короче будем пытаться играть есть вот такая команда я прошлую игру играл у меня очень активная была команда ну как очень активная я принципе на активе очень много дел но здесь оппоненты стоят все вместе у них везде варды и все намного тяжелее играть и ничего не могу соло сделать если прошлой катки что-то соло делал в этой катки соло ничего вниз не смогу сделать даже догоном просто я даже уйти не смогу потому что он фантом момент что нужно делать в такой игре я буду стараться сейчас но что-то как-то будем где-то подварживаться да и как-то аккуратно подфармливать стараться приходить на драки next артефакт который мне нужно купить это да это даггер не меньше не больше если сейчас алхимик дальше пойдет будет очень хорошо дальше он не идет он пойдет в изи кэм но я тут забластаю сейчас эластики за мной скорее сейчас выйдут вот эта проблема есть на мину алхимик выше я его не убиваю у него полторы тысячи хп даже скул прокаста чевентра пришла на друг за другом бегают за другом бегают алхимика как-то можно подловить к нам там пол хп будет арм летом все сожжет кп можно просто эти фармить он толкает я формы там все до балка так есть так вот соснем хорошо от совместный тимфайт и можно делать все что хочешь совместном тимфайте вообще просто проблем никаких нету хорошо прям по кайфу чувствуется что можем такие моменты чувствуется что мы можем что-то так я возьму декрепи фай возьми декрепи фай сейчас возьмем даггеры с даггером будем стараться уже что-то соло подделывать там фантома конечно я не убиваю то моя конечно не убиваю все хорошо тараскова фантома ну вот фантом просто free фарме тараскова фантома 15 левел фантома тарасочка кто-то обвинит меня в том что там тараска потому что я не убивал его как бы я его и так принципе не убивая у меня герой немножко не подходит под убийство фантома но в начальной стадии что-то плюс-минус можно сюда стараться делать но когда там саппорты стоят рядом очень тяжело очень тяжело все эту тему объяснять надо вместе просто собираться тучкой станом с лордара и двигаться погнали а дать и где-то вот тут вар час поставим нужно не в дефолте ставить потому что оппоненты дэвардит соответственно нужно ставить не дефолтные варливаться так круто не дефолтные и мне кажется алхимика чуть полегче сейчас будет мне уже тянуть мне кажется чуть полегче уже будет и говоря уже другие герои каких-то пояса с поставь делает хорошо успел отлично пацаны там гоняют чуть чуть раньше бы на склада рядал вот этот левый 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 так сделаем этот фантом настоящий загон кд очень жаль но я сдох джаггер лоу скил пишут там до года не принимал участие сейчас ой ладно короче я не буду пытаться вот сейчас я мог фантома попытаться забрать так как то но не могу и не хватает мне мне неяла но не хватает ничего нужно просто команда вивер заигнорил тоже не играл сейчас я не обязан сола пытаться убивать давайте поэтому просто будем игнор этот как видите сами и что-то пытаешься сделать годное но получается как получается фантом убивают всех вместе не убиваем, все, не убиваем. Поэтому не буду суицидиться. Буду пытаться какую-то вату убивать. Вот этого крипа я за пару тычек убиваю. Конечно, Глиммер очень хорошо было бы сделать. Что я сейчас и, скорее всего, и сделаю. С Глиммером пытаться как-то. По драке буду лучше себя чувствовать. Если буду с Глиммером. Потому что, видите, не получается. Не хватает дамага. Коры слабые. Слардара засейвил вроде я, да, там, кнопкой. Они вместе ходят, облизывают этого фантома. Это их надежда. Это их надежда. Это их надежда. Вера и любовь. ТТ-шку я заберу, мне нужнее, дядь. У него 800 хп. Ты Глиммер бы сделать, хорошо было бы. Хорошо было бы. Тараканов даешь? Высосу. Фантома нету. Это радует. А, вот он и фантом. Добрый вечер. Фантом Флетчер. Суета начинается под фантомом. Тяжеловато. Ну, деремся. Может и заберем. Так, он настоящий. Ой, хорошо. Туда его. Просто туда его. Нашли настоящего фантома. Четко догон применили. Вроде получилось. Эти стики в помойку. Очень хороший сейчас эскейп был. Алхимика я соло убиваю. Если он сейчас и задержится, я его убью. Этогон КД. Жалко. Глиммер нужен таки. Тагон 4, чтобы можно было таргетно вырезать. Алхимика я соло убиваю сейчас. Как я холи щит Годлайкович забрал, да, ребят? Это очень хорошо. Холи щит Годлайкович. Пойдем на топе фарм соберем. Блин, напрягает фантом. Очень напрягает. Но толпой таки загрызли. Загрызли. Вот эту винтру я сейчас соло бахну. Где ты там, куда полетишь? Ой, тут фантом еще. Да ну нафиг. А, он за мной побежал. Я умер скорее всего. Ну будет хорошо, если он сдохнет. Но не сдохнет. Глиммер, 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 глиммер. Срочно глиммер. Он всех перебьет там. Вот этого не поймал вот здесь. Вот он взлетел, да, и все. Здесь вижен потерял он. Просто я момент потерял. Никак не выжить против фантома. Тем более, если он уже бежит. Это просто без шансов. Господи, дизар на сладаре. Дизар на фантоме. Ой, на фантоме. На сладаре. БКБ, да, надо было брать? На дефис сделаем. Он может полкарты пробежать. В течение пяти секунд он может бежать просто. Так, ну у него дефузы закончились. ДФМ. ПГ. Любого сапа убиваю сейчас. Глиммер. Прям сейчас глиммер. Не дофарма у меня. Видите, догон прапал. Ну, думал, внизу алхимика заберу. Это еще тысяча золота. Туда-сюда. И вот и получается. Вот алхимик тысяча хп. Я его убиваю там с полпрокаста. Только чуть-чуть ему нужно не дожать кнопки. Спокойно он умирает. Вообще легчайший крип. Чет-казайник, то дефит не очень как-то суетится. Хорошо. Отстань от меня. Настоящий, кстати, бежал. Пососу чуть-чуть. Потом живой, настоящий. Еще... Вот он бегает тут. Сейчас мы... Бластанем. Это настоящий. Хорошо. Попал. Отлично. Ну, еле-еле. Но... Дефимся, ребят. Еле-еле. Так, не крипифай в коту. Нефиг дамажить тут. Блин, потный... Потная игра. Максимально. Ну, есть глимерок. Теплый номерок. Глимерок, теплый номерок. Так, хорошо. Жесть. Очень. Очень неприятно, конечно. Давайте возьмем пару вардов. Ну, я тут 7 и 4, получается. Хоть я и мидер. И сейчас таргетно можно, пока фантома нету, что-то повырезать. Потл желательно скинуть в помойку. Ребята, очень, на самом деле, потная и неприятная игра против фантома. Очень неприятно. В команде ЕС, а бы, да, и изи фантом вообще не чувствуется. Пойдем возле заварим сейчас. Пока фантома нет, го. Пока ПЛА нет. Что-то под пушем. Можно смело, мне кажется. Вот здесь от заварим, вард хотя бы. Роша, можно убить там. Сало 1200 хпд. ЕС убивает. Продержимся. Вот так вот, аккуратненько. Это печально. Пойдем так сделаем. ЕС живой там. Полпа целая. Там дасты. Только кого-то подблочишь, сразу даст и нажмутся. Команде. Команде виноваты, чуваки. Точняк. Бивер, конечно, не понимает, что делать. Ух, Соло засолил его. Дагон. Еще беру. Но я тут умираю, но фантома засолил сейчас просто. Методом тыка. Таргет все-таки решает. Хорошо. Так, ну фантома чуть-чуть убиваем, ребят. Чуть-чуть. Таргет антар. Ваша алебарда затащит катку. Кстати, вообще абсолютно бестолковый выбор. Не знаю, для чего она ее собрала. От кого? БКБ. С лордарку. БКБ надо с лордарку. Ой, хорошо, забайти. Ой-ой-ой, хорошо. Блин, кайф. Красавы. Так, ну я подвардил, завардил я не дефолт. Фантомчик сейчас рестница, а они пойдут по-любому. Гэс, че. Вот здесь вот они сейчас будут. Химик ушел. Первое леху бы взять. Хорошо, погнали. Ох ты, ес, крисовый. Есос, прокаста лопаю сейчас. Что next-ом собирать? Я, если честно, ссылаюсь к тому, что нужно сделать какой-то БКБ. Сладар сейчас заберет, то быстренько нет. Или он успеет колденбрейс. Не успел, видели, только анимация начал проигрывать. Грош, г-г-г. Грош, парни. Не-не-не-не. Блин, ну если сало попадет, о, г-г-г. Если сало у г-г, и ведем. Го, 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 го. Го, можем, мне кажется. Вот так, сделаем. Ой, дососал, хорошо. Я умер. Да, я тут один в итоге. Ээээээ, come on! жесть вы конечно делаете вещи роша заберите хоть я если забрал до рошана заберите толпой ребята ну что вы леса гонять рошу рошу жесть конечно просто драка началась до и 0 и все заберут резко видите берете но надо ребят аккуратнее играть команда просто бросать будет я как обычно с видео просто 7 раз я уже я топ фидер на команде а у меня нету никакого эскейпа просто если я даже делаю и уловня не будет эскейпа если я даже делаю форстаф у меня не будет эскейпа поэтому нужно просто аккуратно прыгать купи себе 170 стоит просто 170 у тебя есть курьер так мне есть для мирок блин офигенный вард вот они не снимают а потому что не знаешь 2 мне приходится всеми сапить гнали еще как думаете алхимикс прокаста убиваю до 1300 хп он просто лопнет просто если я в мире прыгают тык тык он умер только я не смогу убежать и сгем сгем хоста блин хоступы забрать хоступы забирайте можно кстати сплетовать погнали на топ алхимик на топ пойдет я алхимика на топе жахну сто процентов мпп же по им понять отдыхай по тебе мп глоба минус чувак у меня на драку не будет ни хрена больше тени да тут сейчас будет настоящее вон настоящее да отстань боже ну вот этого хотя бы я заберу как хорошо что надался пл вон он пл лох и повы мы с лордар станута попади дядь я без ульты просто с лордару отдал ульт у этого еще ульта есть можете забрать паэлона нету хп с лордар не тупи паэлла вот этот настоящий алхимика уже туда блин то самое чувство что игра полностью сейчас доверено кором и не иначе потому что ну я ничего не делаю паэллу и вот сейчас да вот здесь вот просто в меня сразу бежит другие героев он не видит хотя я был в глимере но он снял его по моему за диффузор с кадем хорошо что хоть с кадем не ваш тяжело толпой не убил его не нужен бы не нужен бф просто станом поди с лордар него и . все с лордар 300 на дает один попадает из этих трех стонах так плохо плохо ребят эти хоть здесь поставим во все варды снимают гем взяли беги очень тяжело без гема конечно полегче было бы мне надо вату вырезать какое-то фантома толпой убивать а мне вату но я не могу добраться я все пытаюсь кого-то да там достать фантом сразу меня триггер триггеры побежал тык 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 убиваешься убивать тупо мид дефить будем пусть пацаны бегут тупо мид по дэфи прикинь глобал нажатчик фантома забрали на там есть гем забрали вон там там мы забрали толпой хорошо этого тоже заберем прикидать чуть-чуть не хватило ух ты ем и вот так сделаем фантом бай байкнулся хорошо успеваю успеваю фантом бб отлично 2000 у меня имеется что на экстом желательно собирать тут такая катка что желательно вообще делать хекс потому что ну фантом это реально не шутка но у меня тут как бы про кастовый билд еще но про кастом я пользоваться не могу из-за фантома умрет на джаггер еще сто процентов потому что фантом задиффузит замедлит и он просто будет крутиться десять километров в час ничего не получится я начну с орбы свой билд хекс нужно делать и да все гг умер сто процентов я топ умер сто процентов хорошо хотя бы курсу на него поставили ну это нормально как там они фантома толпы убили но потому что неком некому было помогать нам а курсы не было ничего не было так химик химика я не вижу химик если на топ придет я химик пойди должен пахнуть химик на топ придет будет хорошо а а а пойдет а дефни мне с этим все и а а а а а л а 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 у а дома кассы ой глобал асладар никак не может завис полите нет пожалуйста вот это настоящий он настоящего отца вы если фантома забираем будет очень хорошо как у меня глимер кдс или необычный вот это настоящий нижний или это доппельгангер да это настоящий был пытается затеряться фантом по идее должны потянуть здесь вот у настоящий нет это был тоже доппель я смотрю просто по дэмиджи который вносится и боже это сейчас будет хекс мид по и бэка нет с догона все-таки очень много тоже дело сладар оставляет нам персонажи подклодный брейсов стоит чел просто берешь и жахаешь и все алхимик скади алхимика не убиваю можем можем сейчас на миду кто-то будет по-любому там сало будет еще хорошо с артефактом это отлично это минус мид по идее очень плохо а пойдет ладно мид сломали потная плотная ребят очень плотная карточка сейчас фиксуля будет с лордар идет но маны нет соснуть надо соснуть если соснову много хп будет отлично маны надо очень много подарок от хилю очень сильная фигней занимаемся вот такой себе могли спушить могли спушить ребята чё-то это не захотели сладар пошел там драться я пошел сладара сэвить есть просто ливнул лордар пошел драться я хз я за сладаром побежал тупо так ну ладно чуть-чуть остается до фикса есть секс что next соберем скорее все что-то типа акторином чтобы быстро все нажимать так еще соточка нужно соточку где взять на миду наверно возьмем на миду возьмем фантом потеет да но не вывозит все равно перебиваем команды перебиваем очень тяжело играть на пугне против фантома но перебиваем все получится ребят главное верить рошка есть горошу я заваржу у меня еще по сути слотов у меня эзерил еще в планах должен быть глимер эзерил сюда вместо глимера но катка настолько динамичная да что сожалению денег у меня на столь роскошные артефакты не имеются вообще не имеются пойдем туда ребятки не забывайте поддерживать youtube канал лайком подпиской спасибо всем кто смотрит видосы спасибо отдельные ребятам которые заходят на стримы которые поддерживают какие-то розыгрыши другую тему суету помогают реально развиваться спасибо вам ребята от души двигаемся дальше что могу сказать наша задача сейчас желательно забрать этого рошана который у нас тут имеется и двигаемся 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 еще раз двигаемся двух пятером сюда пришли еще вардик возьмем пойдем чуть на вард заработать надо пойдет мне кажется сейчас тут библ отсосы почему-то есть там рошан опа так сделаю потому что не вижу них вина упустили у меня проблемы надо глимера если доживу нет не доживу и доживая до глимера здесь но топ спушится до джага пуш нормально нормально пойдет фантом бросил драку ради меня и в принципе нормально топ пушится все ровно импакта 0 от меня сейчас драки фантом сразу вгрызается там там сразу сливает реки мара тоже на суицидится печалька рошана бросили они не добили до слова дороси прочекает что-то дрочится влево вправо тут с лордар возьми до изи вон изи рошан круто было бы мне взять вообще круто хорошо у разоберучись пойдет пойдет пола очень сильно моросит глобалкой но не настолько чтобы собирать его реально он бывает нажимает бывает нет вот один единственный раз когда он нажал нормально так что норма так смотрите на этого задача что мы должны сделать глимер глимер четко таймить нужно четко таймить хекс у меня был хекс я вообще не нажал драки потому что не видел кому нажимать алхимику хотел дать алхимик там уже нажал все кнопки фантома законтрить при на узнаем она поехали ну или центр толкаем химик 2300 мне приходится тут подсопорчивать потому что других вариант не имеем а гуд соло мне кажется сайленсера какого-нибудь там винтера точно обязан убивать давайте сейчас будем стараться под игнорировать драку и сливать мелочи меня я всю игру пытаюсь это делать но все равно бачусь на фантома и фантома общими усилиями ложим как бы с одной стороны это хорошо с другой стороны как бы но пацана проблемы на джаггере все в пятером бегут как сделаем винтер очень много хп уже агер там тоже нужно т.п. иметь смотри сюда бегут плохо бегут пойдет стянули всех на топ винтер 1700 хп сало 1500 они за счет ливера сейчас оделись но можно сплитовать спокойно я думаю сплите они потеряются ребята там пошли я там пошел у меня опасно туда сейчас бежать хорошо погнали кто-то есть еще тут кнопку нажмёт умрет хорошо винтера забрал это разобрал идиот можно будет чуть побить еще один барак я точно сниму хорошо идеально можно даже выразиться хорошо что винтера там забрал винтера в драке не было алхимика гол хима на топе x есть я хекс еще ни разу никому если он будет без ульпи вот так еще сформить изи но только единственная с прокастом ногами нанесу просто солевар не получается я почти у слил его просто почти full хп его были только немножко расположение кнопок немного тупанул но палку по-любому надо поставить потому что когда ультует все равно там дамаг нанесется еще единственный прикол сейчас может быть что они могут в нвм пойти они не спушит по идее трон могут пойти раз глип есть еще что бояться экс дам хорошо чувак надо добить по-любому эй камон контроль потерял вообще жесть ведь жесть прикинь у меня герой просто туда пошел другую сторону он от блин канулся из-за этого меня немножко в этот диссонанс такое отправила ну норм норм я не фитте мега крип и жесть но мог забрать моя задача была допушить чтобы уже стопроцентно были мега крип и а дальше крит зачем джаги крит молодым уже что так на 70 секунд сдохнет честно джаггер чувак они решили ванвая читали если что бэй бэйк надо будет жать идите тэфи данный жаги полетел чего автор он полетел ой конкретно чтобы этот билд ребятки еще я бы доделал скорее всего что-то типа и заряло дополнительно но вообще актарин хочется она там уже трону гг да можно бэй бэкнется даже на траволах пойти додобивать ребята такая катка получилась у нас можно в принципе даже так и сделать как обычно лохопова крипа я лечу и красиво здесь на трончике заканчивая ребят но в этой катке если честно не очень жестко получилось поиграть с догоном потому что были определенные героя именно фантом очень жесткого давил и вот это вот некомфортная такая игра сразу прыжочек убивает это катка у нас получилось 7 и 7 сап потому что у меня почти все персонажи коры они все коры посмотрите кор 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 керри поэтому мне приходилось немножко подворживать но в принципе катка неплохо остается у нас крайняя катка это четвертая позиция четвертая позиция как мы будем играть четвертую позицию спросите вы поехали посмотрим так но монету мне нужно по-любому здесь забирать монету прошлый раз я без монеты был в этой катке надо мы так очень хорошо что у нас тракса будет давать дамы же очень много будет это радует а ты что только не промах а да ладно кому он браток не промах братан я тут тебя по-любому под блочу застелить то что надо так узкарчик дорогой давай роднулькин бласт не дал прикинь очень неприятно конечно когда такое так но это тебе минус по идее с одной тычки не убью жизнь как долго дикрипива висит ты чё хулиган тоже хил кинул под хилом я с тобой драться не буду так берем дикрип потому что нет смысла брать что-то другое хорошо эти поблочим себя если что давай брат об смотри как могу как дела как же он меня хочет давай хилочек все кидай сер на стычке сейчас умрешь хорошо так по чуть можно ломать вот так вот сделаем а йогур пришел чувак вообще не в тему ты сосалки нету ходим нойс так до гонщик у нас готовится палку поставим и поехала а а а а 0 а а а манн даешь хорошо все погнали в лес сейчас своя наденет найдем свен по-любому стан откинет в крипов я вам отвечаю просто сто процентов а на низу суета ну ладно я свина все равно иду искать она фуловая у него можно с хг сыграть будет сейчас эй да ладно вопрос другой апать ли далее дагон смотрите по игре всегда если у вас есть возможность апать безвозмездно в плане того что вы не будете фидить недостатка других артефактов образно того же и ула возможно каких-то форстафов и прочие кайш лаковые темы то собирайте кто собирает телеган из прилетел с этого сливать хорошо то собирайте то есть я бы наверное собирал мана нужна мана очень маны хочется постоянно на сосалки не вытаскивается надо что-то у кого-то подсасывать надо постоянно где-то ману подсоснуть ай залагала вовремя я же сейчас суициднусь это что такое что промах в начале что сейчас этот лак во время сосалки ой такой серьезно на из дота я умер болотара доживу не доживу лего дай дуэль куда но уже поздно уже поздно у кук-ук-ук брат пук пожалуйста давай ультуй сюда ко мне чё чё с ним делать лего легион ливнул да блин ну вот так вот такие катки бывают ребятки на пугне с догоном в любом случае проигрыш абсолютно не на моей стороне не я эту игру проиграл у меня просто банально нету керри хускар мид парень еле как бедолага проиграл его в 03 да по моему или 13 сколько у него там было пока да тем не менее нет смысла расстраиваться мы должны доигрывать эту игру до конца в любом случае у нас есть еще керри но хускара вряд ли там сейчас тараска бкбшки еще до кучи сильвер нужен срочном порядке лего надо раздеть где мой курьер стой куда ты скотина все забирает себе ты ж не додумаешься сильвер собрать и не додумаешься вот такие тиммейт это руин это руин я вообще сильвером ударю ударил сильвером проверять ударил сильвером проверяй свэн подлетел не агг слабая команда слабо характерная максимально ребят ну я делал что мог конкретно к сожалению это недостатка недостаток именно дамага в команде дамага недостаток лютый причем сожалению вот такие катки бывают ну хускар соло это выиграл потому что я не могу его законтрить ну что я не могу закон у меня персонаж очень много магического урона вносит но к сожалению физики очень мало у очень мало физики тракса антимага легион просто изи законтрить вот этого персонажа на легион не додумался сделать бэм это его ошибка и целом получаем то что сейчас получили именно луз не будем расстраиваться пойдем next его катка с догоном у нас первая лажовая да уж ребята такие катки бывают жесть конечно ну что ребята у нас next его игра у нас здесь на месте у нас это третья карточка и сейчас будем играть мы в четвертой позиции наш персонаж может также играть еще и принципе на полу сапе поэтому сейчас мы это принципе будем пробовать делать первое что нам нужно будет сделать это мы возьмем определенные артефакты чтобы у нас было все прекрасно чтобы мы могли гонять оппонентов по лайну но если у нас будет хороший керри действительно хорош что это будет огромный плюсик сейчас принципе все разберем поэтому давайте не будем торопиться пропикаем надеюсь особо жестких контр пиков там не будет и будем двигаться так у нас смотрите у нас есть курион это очень хорошо это значит что это можно будет значит сыграть на фаст пуш саппортинге на фаст пуш будем смотреть сейчас что еще будет браться давайте сразу возьмем раз пацаны сидят отдыхают на пляжу подождем подождем может быть и так нс нс это плоховато я не помню этого чела дуги и дуга дали дали роб какой-то кто-то вообще хочет меня как обычно заходишь в игру и кто-то что-то от меня хочет что ты от меня хочешь напишем что ты от меня хочешь снайпера берет кормушка хорошо что ты от меня хочешь так но пока что ничего страшного не вижу ничего марита отлично я саппорт что ребята четвертая позиция и пустой вот это очень страшно вот это очень больно доктор какой-то доктор екб вот это да очень неприятный пик один из самых ой у нас тут еще мага берет ноги мага еще мага берет мага без танка на тебе вывезем если ты норм хорошо так ну что у нас в принципе саппорта хватает давайте так уже взяли давай вот так возьмем мидр держи вот это я беру вот такую штуку да да беру сапог беру сапог беру сапог для чего берет сапог для того чтобы разминать и вот так пойдем один вардик взяли если что сейчас докупим на руне подеремся побегаем погнали так что у нас там помиду не кормит ага хорошо все разобрались на гос со мной говорит о грамм пойдешь мб но я могу принципе но я хэл я хэл пойду урион говорит мид постою он ты дело что мид нужно не постоять а мид нужно поиграть немножко не просто встать у товара постоять там подынаить одного крипа вас видеть сильными и поехала но пик у него еще сладо туда но пик у них принципе если не считать сладо приемлемый на четвертой позиции можно будет тут разваливать так vision дайте мне я по накаляю их накаляю сапог есть хорошо промах стандарт погнали сюда мб пугна мид пугна мид не пойдет сегодня мид не идет у меня катка в четвертой позиции а так вы и зимит и зимит вообще так у меня тут некор на лайне если некор слабенький можно будет можно будет даже чуть-чуть и подфармливать четверки что мы будем делать но зонинг сапогом это зонинг сапогом феникс тут феникса можно будет хорошо по красоте дамажить вот это надо динаить товарищ некролайт не как короче добивать не хочет хочет хоросит просто это плохо когда такой некролайт ему фарм очень не очень будет оставлять если он такой ласт хитер на некре ладно просто тогда вот так вот делаем окаливаем оппонентов мне тычки хопать вообще нельзя я без хила я очень ватный принципе я буду также подформить как и фармил пусть это будет хоть и четверка но глядя на то как пытается добивать некор крипчиков понимаешь что нужно самому добивать через что будем играть конечно же через аркану через аркану будем играть и можно будет в ранние бласты выходить хорошо какой стан опасно на руну бы выбежать да вообще по таймингу все вы играете на саппорте вам желательно на руну выбегать по таймингу видите у них там заруба на руне поэтому нет смысла бежать туда чувак тычку его у него армора нету пошел м отвечает а хейтер на руби зашел на подписчики все начнется сейчас эти все все берны будут меня абсолютно абсолютно все берны в меня будут вот такая вот криса на руб очень сильная контра потому что у пугны очень большой прирост интеллекта и этот прирост позволяет наносить огромнейшее количество просто с моноберна нереально он у него соснул хорошо все берут свои слова назад хорошо сейчас уже аркана будет аркана будет и можно будет почуть поддавливать их ты смотри что делает по фениксе но некор меня оставляет фарм он понял что я в принципе динаю да поэтому так арканы есть хорошо можно почуть бластовать я думаю вот так вот почете начнем ломать если у нас тут как я такая 7 и 4 смотри что делает ну ладно не будем там мешать ему пусть занимается это его работа пусть ломает их и не добью пилочек манка нужно будет сразу пришлем хоть мы и саппорт пусть мы быстренько сейчас это сделаем жестко конечно кп у меня совсем нету маны тоже он бы кстати допилил бы нормально было бы пойдет так аркану даю аркану даю чувак спасибо так сделаем но пока плотненько стоим стик надо взять сейчас можно некор оставить может прогуляемся да там нс на бустах он у меня идет прямо насасывать эту ману прям вот она руби прям такой парень на руби прям такой парень точку им можно было бы попробовать побежать конечно но почуть пушим просто и все на боковых лайнах нам делать пока что нечего именно на других смысл чем почему мы здесь ты им датала но если мы играем через ланинг то тут надо опять соснет что тут счет тебе блин что такое душнило то душнило и душнило забавное слово на самом деле пока что в лайнинге все хорошо все стоят свои лайны то есть я в рауме ничего не сделаю у меня герой не предназначен для рома у меня герой это все всю ману дососал доволен давайте напишем доволен небось спать пока нет сосед и недоволен что маны нет у меня еще офигел вообще прикинь какой на на руби доволен пока нет гель крыса пока недоволен говорит что я был бы апнуть приончик леса у нас колотит как я понял а вообще на базу сбегать наверное я возьму клоаку пойду на базу сгоняю обозгоняешь 6 level надо и можно начинать что-то ходить по лайнам как-то чуть-чуть внизу там чуть там там потому что уже будет какой-то хоть какой никакой проказ с помощью ультимейта и будем двигаться так так как мы саппорт в принципе это я думаю нужно завардить два дефолта возьмем тогда апнем стик я думал клоаку купить на руб какой дерзкий да давайте пару ман возьмем пойдем дефолты завардим для ребяток на меду экспы немного хпануть можно лордат какой комиссию заберу комиссию забрал так руна будет сейчас мы в артут ткнем если огар у нас отлично он там через транквилу не зря я сделал аркану в любом случае руна заберем надеюсь что сюда континес не побежит но я все равно подвар на мне все равно так хорошо монетка я ни разу не законтролил на топе руну но март редко несколько раз выбегала я поэтому не шел поэтому как бы засчитывается ребят да вот сюда надо бежать сразу сразу туда надо бежать с вардар там побежал жестом на топе так на руку гг да скорее всего хорошо лава лапнул на из зоны руганут и пачки нету я вардинг ушел извините я по вардить пошел я секс пенимся нормально так причем и к лаку как раз возьмем очень хочется сыграть через акторе чтобы можно было подхиливать потому что ну это круто так т.п. лака пару т.п. меня реально не было денег чтобы взять молодец к ничка и оди бласт все на руки лица побежал я почти вот так дудосить буду . куда там на некой побежал чувак этаж рубчик хорошо зажмите ли рука и . заберем там нс пришел блин ой 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 хорошо . забрали голубая жука зажучили кстати очень часто на четвертой позиции пугни в принципе и неплохо собирали ребята барабаны почему вы сейчас здесь не собрать попробовать не как думаете я нету мп хп но его там изи забрать ли вообще изи пару тычек дать можно сделать и барабаны в принципе двигаться быстрее мартфетка с маднесом там в принципе прокат столько с феникса поэтому думаю прокатит просто тут еще иный рук надо в хп как-то уйти ну можно просто тупо купить поинт бустер почему нет так на рук на миду рук на миду вот этого пацана поможем чувак ну-ну-ну кнопкой жми же е-мое мидера засолим не засолили мидера угна ой погна если честно огор очень лениво как-то все понажимал сразу нужно было до 100 на чтобы я влил как можно больше дэмэджа ну да ладно там дальше за ним побежал о задушила на вот таки красава годненько а не попробуем обойти снайпер поведется блин но я вот тут без незаметно не пройду не будет он тут стоять а пока конечно ждать меня когда я там выбегу про каста давать так есть два дефолта в 2 дефолтных варда стоит это значит саппорт работает все норм хорошо отлично так на руку можно ждать да здесь сын тричок вы какой-нибудь но поинт бустер я куплю я думаю потому что денежка есть давайте здесь купим здесь купим с прокастом я не думаю что меня убивает за счет плаке оба поста феникса буду шить бей а у него blood last нет областа нету логар такой заводной конечно власта недавно ладно сорно улетит пойдем мид ковырять как я там показывал чтобы продамажить инспону тавра зеленеет все можно кастить так и делаем так у меня нет центрика от эсэнтрик хоть один на руб как нападет вот там дагер да тыс ну 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 надо бежать у меня дела извини с лордар обходит он обходит обходит смотри смотри какой нас лордаре хитрый жук он так убивает да спокойно и по тавр запрыгнет и куда угодно запрыгнет надо подбайтить чтобы кто-то подбайтил мне я не хочу видеть потому что не факт что там выжил не факт хорошо внизу фарм стоит снайпер он ходит пойдем вот тут вот так сделаем что он бегает с лордар туда-сюда купил даггеры как дурень с этим с этим даггером туда-сюда туда-сюда прыгает бегать ладно так но фурион да там есть с молнией давайте наверное будем фуриона немного помогать по пушу это будет правильной задачи я думаю вот так возьмем и погнали пашка на низ опять-таки фурион час уйдет да на топе можно фарм собрать принципе чем я наверное сделала я про по экспу а почему нет с лордар уйдет я про поэкс а то со с лордаром будет тяжело вот с лордар не даст тапать экспо но мы вот тут можем постоять понюхать пока я не уверен что с лордара тут нету поэтому чуть постоим потупим вот из лордар смотри какой хорошо так опять варды надо обновлять я штопорик есть чувствуешь он все это время там так и стоял у него штопорик есть надо варды обновлять блин быстро варды закончились быстро варды закончились надо на топе вард поставить тут оптик поставить бы на подходах так делаю инвиз неплохо и на низ т.п. хотя пешком пойду может и снайпера сейчас тут миду еще заберу сейчас оценю ситуацию оценим ситуацию феникс показываю ребятам оппонентов а меня просто кинули ребята вы серьезно вы чё просто я и наверно просто не то что ты сделал окей пусть это будет так ладно я виноват в этом я не оценил что у меня команда не очень умная и она не они них захотели идти низ они куда-то все вчетвером ушли четвером он вас отвел от пуша то есть вы ломать надо и бегать и я сдох еще как дебил то есть но вы поняли да как надо в доту играть так и живем и иногда так задумаешься ну блин так я лучше что-то пофармлю чем я так буду видеть никогда в этом не задумывались ведь это реально профит не в некоторых моментах остался бы на мину да на т2 я бы об 0 11 леву понимаете были ни одного крипа не добил просто мы сейчас дотянем что с лордар будет прыгать соло убивать двоих троих ничего ему никак не сможем его останавливать вот теперь иду опять на них погнали 6 конечно конечно жестко так я на низу окей так есть с кем в доту поиграть с кем в доту поиграть так центрик она я тут так у него дайва нет кстати кончился кончился смотри там уста кто-то стоит так полторашечка есть можно сделать глиммер можно выходить в аганим но очень пассивная игра типа ну у нас реально очень пассивная я пытался внизу сейчас что-то затеять но как вы видели прошло все очень плохо 8 12 на 20 минуте очень пассивно но я играю ребят как могу по портинге на миду же фрагов побольше было бы в любом случае что мне не ловила ничего нету ребята если дерутся то это сами по себе или я сам по себе непонятно вот дариха идет одиннадцатый нужен пойдет так . задана или я в аганим буду выходить в аганим забирать хорошая руна регенерация неплохо выйдем в аганим и наверно будем стандарты выходить так-то лотар вон у снайперов же подару снайпер просто можем очень сильно просто пушить тут сын трючок вот такой вот об вардик и поехала и поехала почуть колотить но мясо-то сюда направь на фурионе крипов выведев повер ух ты хорошо жесть там гнс тоже с лотаром прощенец внизу прикинь да баланар залагал ну наверное если он сейчас выйдет это будет немного потноватая игра плане того что их будет еще четыре у нас и так все пассивно да если что типа блин если катка получится не интересное можно в любом случае будет интересно или не будет не знаю и клип он откуда вот он с на пояс вине или а да все туда согласен если он если так то да очень жаль очень жаль жалко что не в моей команде какой-нибудь не знаю курион может он погнали она еще подождем я скипну для вас это так на из продолжаем все под баланс или уходим не снирук ломает там сладар пойдем на топ дофармин жалко что баланара выкинула у него либо свет либо что там не знаю возьмем аганим аганим хоть и поздноватый но варианта другого нету тут бы все добить еще а то что-то так криво добиваю раз два тут сори дэмэджа уже не успею влить поэтому так сделаем так сделаем печка долго перезаряжается крипы забрали бы не успел декрепить но пойдет на базу возвращаемся поздновато немного аганим но пойдет через аганим в любом случае на на пугне в саппортинге через аганим примерно вот такие слоты должны быть следующее можно сыграть немного по-другому есть у вас активная команда да то есть пугна на пушу много денег поднимает то есть вот тут я смотрю дать часть как-то но не очень активно либо я такой актив создаю что никакой актив это либо команда так знаете как-то ленивенько но тем не менее что мы сейчас получаем вот под это нужно подстраиваться каждая картка катка в доте она же индивидуальном любом случае вот и чем смысл мы сейчас просто подстраиваемся под свою команду что делает команда подфармливает в этот же фармите окей тоже не лезьте там куда-то как вот здесь вот я залез это вот ошибка потому что команда фокаж и и нужно как по-другому что-то делать следующее ой лотары дагера там жесть слордар вот артагер у слордара там гаста тут нужно будет так как я саппорт возьмем желательно еще и ул какой-то сделать очень хорошо было бы еще этого как его синтричка купить там опсик нужен сэндрик все и мне не выходить желательно оу мит дагер нэкс там желательно но блин очень много артефактов нужно чтобы и убивать тоже я могу снайпера по кд убивать по кд прям прям по кд действительно что спина он бегает у нас так . я забрал хорошо высосим отлично так-то лучше слордара прям казнили нормально отлично ну где вы мы на руне чувак мы на руне чувак так на рубчика надо бояться дружочка вон он да дружочек у нас на и перед парень такой я тебя высосу говорит отстань да о нс еще контролят но не выйду здесь нс а контроля ты вот это конечно вообще невесело не ожидал вообще его здесь встретить как бы ливнул до вышел уже все немного напишем нашему керри но не знаю просто можем жить выигрывать уже пятером ни разу не собирались ни разу не получается у нас пятером собраться стандартный паб выразить выразимся так но и на и сообщение в тему так делаем погнали а гир армлет т2 гол внизу надо ребят просить умолять у меня два ассиста один фраг но у нас всего 11 фрагов на всю команду за 30 минут но это конечно гениально неврошпит пошли до чувак закрой хорошо закон талили вот с интрига просто рядом поставлю чтобы уже стопроцентно не упустить и нормально бы давайте гем возьмем некра подхилим щас прикольно что я могу некра переливать а некр меня огнемчик идет отлично сейчас укрепочка укрепочка сосанем я по стандарту что-то в мид пошел надо было вниз идти центре стоит для кого это центре непонятно для кого это центре непонятно у меня гемочки в принципе хг на пугне это просто это вы просто бластуете и все так я сейчас застанюсь успел себя застрелить чувак ему стана бы дать на болот на этом ух блин с лордар это сейчас такой геморрой будет у меня сейчас очень ничего нету просто ничего нет нужно а он не сушу а не можем пока что не можем даже глимер тут в принципе не поможет эту даггер на чтобы я сам что-то начинал делать агер сейчас даггер купим да уж нс на деф выводят с одной стороны это правильно а с другой стороны как-то двояко хорошо глимер чтоб команде кого-то подсейвливать опять-таки с лордар метку кидает уже нее не особо подсейвливаешь магический урон там только феникс феникс только что-то делает с магией неру очень много напрягает на базу слетаем зарегенимся пока с лордара нету бкб он уже его начал делать можно двигаться у нас фурион есть и вы с ним мы должны были очень жестко пушить просто собираться но он даже крипов не вне контр то есть он увидел где-то да как играть на фурионе он их просто поднял они там сами пошли что-то делать и все сейчас мы добьем даггер это очень нужный артефакт здесь даггеры пойдем такой катки конечно не получится собрать нам фул слоты а очень хочется слоты на пугне в саппорте но это почти невозможно так меня даже никто не подсейвить я себя выйду счастлив гулять так сделаем на всякий случай на всякий случай так я не иду первую кто-то идет первое что надо чтобы один персонаж не попал подстанта да на руку все один персонаж подстан не попадает это хорошо идем руб догон глимер хорошо когда вот нападать да вот сейчас глимере идти да у меня не бы ларда на развороте сейчас сыграет нечем откатить его ну вот и сладо руки про рипера ему даешь хорош пойдет хотя бы так хотя бы так поймал хил если пил сейчас не взял ой вообще это как вообще 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 как вообще мартрет просто фармить ушло да мы драться можем тоже мартретка снайпера должна убивать там вот тут немножко давай тут немножко говорит восстановим хп внизу сейчас можно блочит меня ой 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 я умер сразу только не давай мне проказ пожалуйста давай давай дальше пена хоть закрой пойдет с лордар чатам лордар живой так вот это ума на дадим до хп лично надо вот так сделать хотя бы очень жесткая тема на переливание сейчас бы хорошо было бы в снайпера прыгнуть маны восстановить вот так вот чуть-чуть сделаем но чисто под тады восстановил пойдет слордар сейчас прыгнет как но не могу было оставать нужно соснуть как бы могу было станут на это крайний глаз будет куда идет слордар а так сделаем хорошо сбивать не будем потому что парен не будет сбивать это видно сразу еще этот туда же лоза connection но может отлагает не знаю там дерется кто-то здесь сейчас вот это высосу полностью что-то очень неудачная катка четверки потому что все ливают у всех это траблы интернетные очень некомфортно такой команде меня видишь не вижу тебя а он на канале уже канале же что за игра в четверке ребят на это первая катка вчера но несколько игр на погне заливать буду как бы пусть будут ничего страшного прикольно конечно не успею да не успею доделаем глебер нужно было вообще по поделать по гем отдали вниз не спушили ну ладно ничего страшно ничего страшно если фурион играет на пуш то ну не знаю экранами иконов сделал бы он пару фулплейт а тут гем интересно заберут нет а смысл уже гем не нужен против слордара только один гем гем три игрока весной с чем могу сказать стандарт почему-то не в моей команде именно в с так нужно уметь надо до ломать их и все так забрали до забрали дайте я за контролю куру потому что слордар сейчас уже бежит в лотари в инвизи на спринтах забирать этого курьера так и чё тебе куча центрей надо брать да так сделаем что пойдет так сделаем так а вот она чё я думаю димой амулет докупить глимер же вроде я брал там оказывается вот она чё михалыч он оказывается на базе его дрогнули понеслись пойдем часто эти жесть вот эта катка конечно не могу я так играть ужастик просто просто стоять а пока я не могу могу на таком герое тоже на активе всегда надо очень пассивная игра так чекаем обсе есть хорошо успею чувак сначала дай прокасты ему заберем ой 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 вот так сделаю весь руки и дядь закрой его руки просто задушили эту большую рыбу поймали в деревьях рыба застряла между прочим рыба в деревьях чё вы понимали да уж так и но снайпера надо будет прыгнуть там да я вот так вот сделаю не получилось то что я хотел сделать ну ладно вот этого высосим туда карапасы нажались манта манта спасла снайпа да артефакты как на дрожжах уныленько пока что даже я сейчас его не смогу убивать из-за манта и крепи фай будет скидывать о это долго может быть игра реально очень долгая игра может быть потому что они сейчас будут у них артефакты примерно за пять минут у них еще по слоту за три тысячи будет минимум если ставить а пока даже будут баланс немножко проблематично будет нужно быстро заканчивать это идти next вы нормальную играть и все проблема я рошу с лордар с бкб это тоже плохо некра увидел побежал на стандарь будет нападать хорошо и кому он весь руки чтоб не блин канулся вода бейте первый раз когда яйцо сбили я умру тут с радика на сентри не ткнул ой хорош но все равно сдох рипер есть еще там бкб чат пацаны напишет но если бы мы играли в пяти рон там изи выиграли вы изи выиграли бы слоты с воздуха у чуваков блин ну это тупо ладно но вову вову пошло пошла че я говорил че я говорил ребят пошла дело было бы 5 на 5 классика игра я вообще тупо классика тупо классиком так на ситуация в игре и сейчас на не очень потому что драки ни к чему не ведут эти нужно как-то что-то делать как-то пушить но кушать не получается как-то надо дефить как-то пушить атаковать что-то мне не нравится это 1 можно попушить аккуратно я умер скорее всего тут слордар оказывается а че он не пошел он забоялся меня что-то фигасе вот это конечно нонсенс слордар забоялся боковинка будет подпушиться как я критчиков то заристое вот здесь 2000 есть в текс будем выходить все что тут центре все что выход будет видно вот так буду делать было стану ломаны со сном до свидания портрет к ты куда ну хз пойдет чуть-чуть дали ой 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 чувак камон не надо нет пожалуйста ну я же на себя нажимаю а как против троих да играть сейчас вообще такой не кайф побей ты феникса стана туда ну я с лордару бкб по сути слил это радует байбайки байбайки ну туповатая игра максимально куда ты прыгаешь на морской просто бери да лучше все прыгает прям там мкб там слордар он не понимает ладно айс катка сапе слайпер жесть там уп хп и все вообще все что возможно пытается делать то что возможно вот вот этот барак грызи на фурионе и вот этот вот этот отрегенится сколько ты сейчас грызть его больше неизвестно так гем купите я хочу актарин себе купить можно гриф сделать чтобы снимать улицу лордара можно купить и ул себе сейчас посмотрим по слотам что у меня там можно и ул себе купить еще до кучи варды ты пешки ну давайте его возьмем потому что с лордара хотя бы какое-то спасение бы хоть какое-то спасение с лордаром а так вот сделаем саппорт билд саппорт обломается ничто там ему пофиг конечно не умри не умру не переживай а теперь и а теперь и а теперь и не переживай саппорт я саппорт а а а возле хг поставим опциях на раски там и жесть есть снайпер в тараску наверно хочет актарина очень хочется актарин плюс трава вообще кайф законченный билд был бы полностью идем билд законченный был бы фига тут крипев собралось ой тгг 150 сек бкб зажопил там гем он в инвизи был ты вард молодец так погнали подвар ним сразу здесь и прыгнем хорошо оп как тебе пойдет это уже точно конечно против троих играем миллион лет так угру немного хп дадим вот и все бкб жми жми бкб на рипера и вот туда же так ну что у нас получается первая катка у нас саппортинге она примерно получается такая не знаю но она мне кажется максимально неудовлетворительная тем что во первых по каким-то стечением обстоятельств мы играли против троих это первый момент и второй момент конечно игра максимально пассивная неактивная и мне кажется она максимально неинтересно но я как человек адекватный уважающий свою аудиторию и уважающий контент который даю пойду сейчас сыграю еще одну игру на четвертой позиции пугни итак ребята next of a support катка у нас уже прям здесь вот она да прикиньте и что мы хотим делать конечно же мы хотим к . более интересно было и более веселую сыграть но реально потому что вот так не пойдет такая пассивная как эта игра неинтересно еще и тела поливали но вообще не кайф давайте сейчас сыграем сразу с ларка берут сразу мгновенно слаб только на победа мне на победа мне на победа только окей но в любом случае я саппорт четверка опять не придется тут сэн 3 даст и носить да я так понимаю это плохо четвертая позиция напишу надеюсь у меня есть ребята фиры понимают sky на рандоме это круто sky просто с одной палки умирает пах и вся лопается ускор и хорошо если что будем хускара пытаться переливать да по здоровью только мне нужно тоже здоровья прикинь если сделать тараску и аганим и просто стоять и переливать этих хп до тараска будьте регене круто звучит круто почему бы это не попробовать как думаете почему бы это не попробовать саппортинг на новый уровень выйдет сапырт давайте попробуем почему нет почему нет почему нет прикинь да стою ста раски регенюсь и хускару регеню лицо под аганимом прикольно вылова но опять таки я саппорт где такие артефакты взять это дорога посмотрим 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 в этой карте не будем сапог брать немножко запакуемся на line вот так вот сделаем у нас кто-то лес идет да можно можно вообще соло хэйл пойти хэйл пойти почему нет куру я взял у нас венга есть круто прикиньте себе соло пойду так это же реально будет сделать бар дал я куплю тебе бурой принесу хотя хотя ты же монету берешь вы сам возьмешь 5 всего вот так вот напишем чтобы понимали все понимали так ребята слушайте у нас тут челлендж нарисовывается челлендж а раз каганим и хускара хилить я уже чувствую вам уже эта идея нравится давайте попробуем ее сделать попробуем а понялся вопрос нет ой я прям в нее бегу бей разменивай разменивая если что в астрал иду и буду хилиться бей 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 его при какой хитры пойти его нафиг камон так вот так сделаю хорош я закупался от станет отдыхай отдыхай дядь самое что то что дик репе фай внес очень много импакта ну золото получили я хускару сразу купил варгик сапожочек там так сларк внизу ару внизу сларки я уже пошла арус выкидать вонючий она сможет и так кончи накинуть что я в любом случае я могу поймать для хилки прыгает сбивает вообще что ли конч ты чё конч генина под мне какой-то бокалы какие-то бака ты богатый но я тут не пофармлю под ма не даст просто будет напрягать и все ладно будем авка стоять пойдем как hardline отрабатывать так будем отрабатывать богатый какой конч напрягает мх вх пошел руну контрит да кстати пока д могут убивать прыжок прыжок до свидания но я получается тут как тройка как тройка как тройка отлично зато их спа будет очень тяжело дынаить очень тяжело дынаить ником ну не комфортно давайте сларку будем просто мешать фарминге гриппами просто декрепифаять будем его и все хорошо пусть парень не фармит сапог возьмем час но он опять-таки line пушит мы на ласт хиты на ласт хиты отма ушла куда-то но не обещала вернуться до походу просто сс уже давно причем это стоит либо хрен и знает стою как тройка будешь убивать меня пытаться рулите тоже хорошо спасибо как он меня звонит прям видишь тот сларк не фарминг да так подходит так сделаем я так огрызаться стараюсь тоже довольно таки неприятно тоже сларк в один момент мне кажется взорвется мне нужен хилл пускар этом толпой душа до гирич но у меня тут тоже плотненько очень плотненько так у сларка 5 у меня тоже очень плотно подма ушла до обещала вернуться не догонишь надо варцебе ткнуть ты какой папир гун папир гун на сларке страшно мне потому что я жду ару сейчас здесь вар ткнем вот тут и чуть-чуть повереннее будет стоять для хардлайна прям идеального для моего тавара для меня самого шаманы у сларка возьмем так вот сделаем ару летит нифига тут прыжки вот это конечно шо дота щас было так у сларка уже 6 левел там регенится будет будет прыгать мпшки нет не вижу смысла надо домой наверное идти погнали сходим быстренько конечно жестко но я не вижу по крайней мере это хорошо правильно так онлайн на фидить нефиг делать но слал сларк фулл фри хоскара будем спейсить вот у меня такая же тема что я тоже на ару иду вот какой-то то начала тоже сейчас на ворову мансану так делаем хорошо сларк так крипов наверно 7 ну потерял я мы не даю фармить не даю ему фармить особо так что норм все ты что ты хочешь масла фарми давай кавычках что нет не фармишь научился скидывать научился скидывать можно ману у него так у чисто поспами ли чуть да там побили чуть-чуть раз маны высосали сларк он такой у нас с ним симбиоз он как бы да взаимно регенится а я от него отрегенюсь за счет него проживу он х раз принимает и потом просто может стоять до получать дэмэдж потери просто захилиться не проблема так пойдет отходим чуть-чуть сларк стп ушел блин он только тут был он ушел на т.п. реально такое не могу как бы предвидеть т.п. шки дядь если палку поставил возможно убил бы для сларка заберут до пою это круто сларка заберут так через что играем вопрос это ракета стоит это ракета стоит верт мп надо дядь уже есть подарок палк пропала нет плюс так на этого так вот сделаем я еще живой такая толпа пришла я там и закупчик успеть сделать и все сделать палка пропала sky умер бы сразу жестко жестко так ладно фазы и аркана именно фазы почему-то но чтобы встретиться актив очень большой сейчас вместе начнем собираться с командой тут вообще нормально пойдет тем ну хотя бы так армлет есть еще нажмем армлет нажми и ты шоу делать как он на хускаре я думал он же сейчас все отъедет погнали за жучит тупо тупо толпой хорошо от меня главная задача будет это просто палку здесь ставить в этой катке sky ничего не будет делать вообще все можно с командой побегать поехали камон серьезно ты кожи тару жопу какой тебе килл на хускаре ты армлет включить не можешь армлет включить не можешь ради стиля дайте и и дёпу ок дёпо да армлет ключи потом мира брат джести тару вообще вонючая но там это ростопроцентно не замедлится потому что вижу на не хватит жестко конечно ну 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 он прыгнет все равно на жестко че-то как-то так гоу вардов нету ссоре я там просто фул проказ дал и все типа я даже не думал стил не стил там что-то суры на развороте даешь или нет и хочешь сайланс окей так но выходим стандарт то есть с маной конечно беда тотально но я выгони буду выходить любом случае дай мп чувак спасибо вообще ничего не взял пмп у нас лерик еще леса колотит так ладно палка кд пускар в лоха побегает ты она ночью там под мунлайт нам оказывается он уже оттуда сверху еще ракету поставил а я себе астрал даю но я не видел что ракета летит честно сейчас за игра но у нас вот просто чел а пока фармит из-за этого как бы проблема небольшая у нас есть большая проблема есть ну ладно камбэк ним пашечка давайте сэнтрик возьмем не знаю погоним хочется выходить на гоним к двадцатой будет гоним к двадцатой и помогать будете или нет я рядом был чувак меня убили я помощь тут еще нужно а из помощи он же хватит армлет вырубать чел пускар такой слабый это жесть просто слабейший постоянно армлет вырубает ужастик просто 6 все летит там это летит очень слабых узк но я думаю он ливнется этой катки потому что он что-то очень плохо все делает а когда армлеты вырубает просто тут бы к лаку какую-то надо блин ну катка активная будет но со стороны оппонентов пока сларк не возьмет лотар у нас принципе нормально шансы есть потом будет тяжело от хускара надо играть на хускар у нас очень слабенький прыгает армлет вырубает убийца не знаю в чем прикол вырубать армлеты час к его увидит побежит на мид убивать его я палку воткну лак возьмем я такой были топ пошел и ну внизу лотар сларк под матут а эти тут надо вместе венга есть да но венга что-то непонятно что он хочет стоит просто постоянно под таварами он увидел сларк у него ночной вижен ссора нужна дядь но и стоит крипа колотит у меня кнопка полетела да ну пойдет забрали сларка под вардом она если непонятно чел сделал конечно опять меня эту хрень кидают он меня так не любит этот чем ужастик я пошел на топ армлет выключил или что он там сделал опять армлет включил прикольный парень на куски конечно да тихо печать поднимем боюсь сларк сейчас здесь будет лерик вышел такой здорово чуваки как он а все нормально я пошел лес дальше побежал лес опять такая же игра как это непонятно и веник даггер сделал агоним выходим этот умер любом случае но я буду стараться жить я саппорт я саппорт тащи тащи пацаны вон он стоит нас ларки давай 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 ай молодцы вот это то что я люблю пара пап какой человек там не пишет нехороший ой иди папа хорошо ребят хорошо да а кстати вспомните хускара который вы с меня играл которого я 0 4 минута 1 4 его в миду попустил и этого хуска распомните как она вам разница вообще же есть конечно сейчас он покажет как надо спорим давайте забьем на что спорим рошан его убьет на слот спорим не потянет он не сможет он армлетит так есть sky видели ультанул ультанул и сдох просто лопнул под палкой там столько дэмэджа против sky очень лютая контра прям лютейшие так на 18 минут догона еще нету ой догона даггера даггера догона агонима жалко жалко ларк что ли тут сларк ну да я сосу как могу хорошо я живой это самое главное я понял по их наглости о кайф просто лопнул ой хорош креветка блин просто бедлива рекокатки играю сейчас просто палка пола у меня частики были . парьбы там не выжил никак все равно огонь и месть огонь и месть забавно разносится не пару вардов поставим пашечка сделаем тут сейчас клепнем клепнем здорово и вообще как бы хочу я не хочу вот эту ракету чувак ну реально не хочу очень плохо конечно да и хп сосать дайте хп сосать чуваки отстаньте да что это такое всех крипов послевали дайте хп соснуть я начинаю там раскрип сдох раскрип сдох и так и ничего не сделал и ракета еще летит и долго будешь там играться ты там долго скрипами играться будешь 21 минута чел один раз вышел за всю игру о вот он выше здесь конечно ли варики парнишка вышел все маны нет у него нарез армлет вырубает умирает ура он вышел ребят лоддинг а у него загрузка лоддинг лоддинг говорит ладдинг загрузка в него я понял на леоре загрузка загрузка пойдет фиданули найтс вообще-то я пошел повардить если что как бы так next тараска просто я вам говорю тараска просто next он просто тараска next он чабашер а потом кираса тараску просто делать буду пойдем на руну здесь поставим чабашера потом кираса хочешь кирасу сделай возвращаться оп высосан Ну, Хускар, конечно, не бил, я думаю, он сейчас разгневается Но Тараска сама себя не купит, извини Реально, я сделаю Тараску, я не шучу Просто Тараску Билд будет такой, просто Агоним Тараска, я буду фулл хп Отсосну немножко Подсобьется все Потом зарегенюсь Буду опять, буду переливать хп Медик Кто-то еще Камон Но надо на базу ТП давать Не хочу я тут Сейчас полдня буду на месте стоять Так не пойдет На базу Медик Рокса можно Семь тричков парочку возьмем Сначала ривер купим Потом все остальное Блин, как же скаю тяжело играть, да? Фиссуру дядь, ооо, фиссурница божественная Опа А тут и я, как тут, как тут Пускай тот же сдох О, хаста, неплохо Побежали Сейчас там все герои будут Румлет Молодец Здорово, ты кто? Ты откуда здесь вообще? Вот здесь кто-то был Хорошо высосано Отлично Без льорика побеждаем Так, ривер, агас, пожалуйста Че тут по вардингу По вардингу ничего нету Хорошо Так, ривер Сейчас купим ривер Иди, венго Мы тут сейчас немного соснем Маны Хорошо Венго не хочет помогать Я пойду помогу Венгу потеряли в этой О, здорово Нифига себе тут За деварди в течение пяти минут Выпало по рулетке А важно куру таки в магаз Я беру, беру, беру Я-я-я-я-я Я-я-я-я-я-я-я Так, ну, не будет Так, ривер Есть Реально делаю тараску Я не шучу Я делаю тараску Новая мета Просто буду Сосавить и минералить Реально делаю тараску Я не увидев Я смотрю на тебя Пицуру дай, брат Ну, есть, бро Ну, все же есть Все же есть, брат Сларк в лотарь зашел Ну, я умер Не знаю Ну, ладно Золото чуть-чуть собрали Да хил на кил на Хускаре Кинь себе, пожалуйста Уфу-фу Какой Хускар нехороший Эти все в меня стараются жать А я опаснее, чем Хускар на самом деле Он даже хил себе не кидает Он на Егис Так, взял часа Ах, я у меня там вторая жизнь Я на богам уличу Не нравится мне этот Хускар, если честно Очень мне нравится Ну, ладно Какой Хускар есть Не жалуемся, ребят Не жалуемся Двигаемся Далее Леорик у нас еще есть с Мидасом Он, кстати Кидает его О, сейчас кинет Чекаем Сейчас кинет Мидас, смотрите Кидай Мидасы, дядя Чпонь Хорош Видели, за него кинул даже Так, Курумагас Это Виталик Бустер Виталик Бустер Надо купить Пусть они там сами ломают Я Виталити Бустер куплю Вот это выкинуть надо Мусорит только Хорошо Ребята Драться там пошли Я тут поломаю Ой, дабл кейл Ой, трипл кейл Слушайте, ну на вставочку Хуск работает, да? Хуск на вставочку Работает Тараско почти есть, ребят Потом Хускара уже никто не убьет Когда я сделаю Тараско Сейчас на низ ТП дадим еще Как раз тут заберем На низ ТП Леорика забрали еще Команда, крипи А, да, без меня не могут Не могут Надо на пугне Постоянно перекликивать После того, как вы даете прокаст Кнопку Потому что он стоит Тупит Резко все Тык-тык-тык-тык-тык Понажимали, иначе Он стоит анимацию Проигрывается, сранец Так, Тараско есть Гемнекс там И до героев желательно Тараско Оп, хорошо Опа, смотри, что могу Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба А сейчас Тараско Включится, я все зарегене И буду вот так вот пулить Вот так вот работает это все Все, я готов Я готов Жалко, что идет Именно нанесение урона По персонажу Именно нанесение урона Поэтому Тараско врубается Напишем атак команде Спасибо 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 Вот это все такое Палка есть, можем поесть Сейчас будем отрабатывать хил Раской Саппортинг вышел на новый уровень, ребят Главное, что от меня требуется Палку поставить И переливать хп В случае опасной ситуации Опа Гем нужно на такие вылазки Хорошо Чувак Чуть хп даешь Камон Хуск Подожди, да Чуть хп даешь Чуть собьем, потом Вот так вот сделаем Отлично Я там никого Правда другого не хилил У меня сдох кто-то, да Погибло Венга 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 погибло Венга погибло Так, мне нужно маны соснуть Сначала с ларка сосу Потом хускарой, если что, пососу Вот так вот даешь Работает, ребят Работает Ха-ха Это настолько Бредово, что реально смешно Я вам отвечаю Надо маны соснуть у кого-нибудь Это единственная проблема Это сейчас в ману все упирается Дай сосну Чувак, мне мп надо просто Ой-ой-ой Камон На хуске Мп нету Все, уходим Я вообще фул Фул хайграунд вот этот Просто высосанный Чувак на хускаре Так и хочет сфидить Очень хочет Палку ставим Хотя бы Ну и остается что-то в ману Просто уходить и все Я на базу Хотя если я сейчас У кого-нибудь сосну Хорошенько Хорошенько То я могу на базу не идти Пойдем Мистик возьмем Хекс просто сюда Аганим Можно, да Можно Астрал, аганим И плохая комбинация Жизнь Жизнь там Ребята Короче Ну Брат Наслар кидай Ну чуть-чуть Маны Совсем Так На меня Ракета летит У меня В принципе Тараска Мне плевать на нее Все равно Лерика бы похилить Но МП У меня сейчас отманы всего Чуть-чуть МПС Снем МП нужно Брат МП даешь Ускара выхиливаю просто Боже, что за сосальня Дикая просто Адовая сосальня какая-то получается У меня нету маны ХП нету Маны ХП нету Что за адская сосальня получается Дикая дрочильна Адская сосальня Но Меня сейчас будет Ракета сливать Я далековато Адская дрочильня Дикая сосальня Гоу Драка Один на один Надо ХП поднять Блин, ну жестко получается Ребята Стратегия моя прокатила Дикая Да и МП Спасибо 800 маны Хотя бы Хотя бы 800 маны Ару! Боже, как это жёстко, ребята Как же это жёстко! Реально Как же это жёстко Это жёстко Просто, что за переливание здоровья Ой-ой-ой, ребят, это реально очень жёстко Но не сказать ничего, реально Это очень жёстко Пусть Хуско убьют уже, в конце концов Дайте мне Хекс сделать на ману Это реально очень жёстко Пойдём на базу поближе На базу Бежим, надо собрать Хекс ещё Ну, ребят, вот такая у нас получилась третья саппорт катка Третья саппорт катка Я надеюсь, она вам понравилась Я надеюсь, она вам в целом реально понравилась Потому что игра необычная И пугна вам такой в новой краске, да, получился Чисто переливание здоровья для Хускароида И, блин, ну это прикольно Реально, это получилось прикольно На этом, я думаю, всё Сегодняшний гайд в целом у нас окончен Получилось неплохо Сейчас мы на пугне сыграли, в принципе, можно сказать, на тройке Тройка пугна у нас получилась Потому что мы стояли в хардлайне Ну и необычный такой геймплей вышел Если честно, я сам никогда такого пугнула не юзал Ну, по рофлу чисто думаю Ну, давайте попробую Почему нет? И получилось довольно-таки интересно На этом всё Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях Обязательно пишите своё мнение по поводу этого гайда Не забывайте поставить лайк Не забывайте подписаться на YouTube-канал И что ещё могу сказать? Смотрите видосы Всё есть на канале, ребятки Залетайте на стриме, идут нас по МСК Буду рад видеть всех На этом всё С вами Максоназос, ребятки И до скорого